Куда это вы собрались? Ни свет, ни заря. Как куда? Туда? Все ведь? Все будет, когда я скажу. Разряд! Чего? Вот так вот. А то устроили тут. Мы его теряем, мы его теряем. Витаминку будете? А, ну да. Доброе утро, Андрей Евгеньевич. Это спорный вопрос. Вас к себе главврач вызывает. Эту фразу нужно произносить без улыбки. Извините, я не специально. Анастасии Константине напомните, что у меня в понедельник обход. Если она хочет со мной поговорить, пусть ложится ко мне в отделение. В следующий раз я так и сделаю. Доктор Быков, мне нужно с вами поговорить. У меня обход. С сегодняшнего дня к тебе прикрепляются четыре интерна. Настя, ты же знаешь, что я не умею находить общий язык с детьми. Они меня боятся и как следствие писаются. Андрей Евгеньевич, во-первых, не Настя, а Анастасия Константиновна. А во-вторых, я все-таки главврач. Привет. Ну, как дела у моего любимого пациента, от которого за три месяца не поступило ни одной жалобы? По-прежнему в коме. Хорошо. То есть плохо? Так, добавь двадцать кубов перцетама и отправь кровь на биохимию. Хорошо. А мне ноль пять темного и корюшки вяленой. В каком смысле? А ты в этом халате похожа на пивную торговку. Приведи себя в порядок. Андрей, пожалуйста, возьми их. Я тебя как мать прошу. В этой группе мой сын. Вот сейчас точно не возьму. Потому что он на пятьдесят процентов состоит из тебя. Это уже передоз. Здравствуйте. Простите. Андрей Евгеньевич, можно мне сегодня на похорон? Рано. Я скажу, когда пора. У меня уж муж мой помер. И сегодня похорон. Ну, отчего я у вас-то оказалась? А, ну тогда, конечно. Спасибо. Доктор Быков, с сегодняшнего дня за вами закреплена группа интернов. Это не обсуждается. Это я вам говорю как главврач своему подчиненку. Беда. Николачеву из пятой палаты побрейте пах. У него завтра операция. Только крайне деликатно. Для мужчины в его возрасте это шок. Ты хоть бы маску одел, аж глаза ест. Привет, Андрюха. Дай бутылку коньяка. С каких-то пор венерологи стали у терапевтов коньяк просить. Это же вам коньяк полагается за конспирацию. Полагается. Кончился. Дай бутылку коньяка. Срочно. Купитман, ты какой день пьешь? Третий. А если честно? Двенадцатый. Когда пьешь, ешь? Только кошерное. То есть нет? Нет. Любовь Михайловна, подготовьте доктора Купитмана четвертую палату, двадцать кубов физраствора со скорбинкой струйная и шесть кубов эуфелина лично от меня. Любовь Михайловна, я отменяю заказ, я пока еще тот же доктор. Я прописываю четыре стаканика перорально. Ты не доктор. Ты алкота. Быков. С тех пор, как ты бросил пить, с тобой, с тобой просто невозможно стало разговаривать. Это точно. Это кто? А это моя главная боль. Клево. Меня зовут Андрей Евгеньевич Быков. Я заведующий терапевтическим отделением, руководитель вашей интернатуры. Угадайте, что мне из этого не нравится? Я так полагаю, то, что вы руководитель нашей интернатуры, поскольку глупо предполагать, что вам не нравится пост заведующего отделения. Фамилия? Борис Аркадьевич Левин. Красный диплом. Ты будешь моим любимчиком. Я всегда любил вот таких глуповатых выскочек. На их фоне я выгоднее выгляжу. Правило номер один. Забудьте о цвете ваших дипломов и о том, что там написано слово «врач». Это ложь. Вы ни хрена не знаете. Чего это ни хрена-то? Фамилия? Семен. Лобанов. Я, между прочим, на скоряке с первого курса впахиваю. У меня этого опыта, как у дурака-махорки. Спасибо за яркую аллегорию. Правило номер два. Пока вы здесь не начали мне убивать людей, я вам запрещаю что-либо назначать, советовать или прикасаться к моим пациентам руками без моего разрешения. Но вам, коллега, как особо опытному, я разрешаю самостоятельно выносить утки. А что вас так рассмешило, доктор? Романенко. Вас Анастасия Константиновна должна была предупредить насчет меня. А, да. Сын главного врача. Именно по этой причине вы у нас пройдете особенно усиленный курс обучения. Ну, вроде все. А как же я? А вы у нас кто? Доктор Варя Черноуз. Женщина-врач? Не сработаемся. А что же мне делать? Смените пол и приходите. Итак, за каждый день я буду назначать вам оценки. Кто получает два, тот заступает на ночное дежурство. Вперед, оборотня. Сегодня вы получите своих первых пациентов. Задача проста. Осмотреть, опросить, поставить диагноз, назначить лечение. Потом прийти ко мне, доложить, опозориться, выслушать мои извительные замечания и молча уйти. Ясно? Ветрова Анна Владимировна. Здрасте. Здравствуйте. Здравствуйте. Ее сегодня курирует, ее сегодня курирует доктор Ленин. Я Левин. Ленин тебе больше идет. Лечи. Остальные за мной. Ой, извините, я все уберу. Извините. Здравствуйте. Я Боря Аркадьевич. Марья Ивановна Андреева, 85 лет. Ее будет курирует доктор Лобанов. Осторожно, у нее скачет давление. Пошли дальше. Извините. Ну что, бабуля, вот и доктор. Андрей Евгеньевич, можно вас на минутку? Да, бэйби. Как-то мы нехорошо поговорили и сразу не понравились друг другу. Но я знаю, как это исправить. Интрига. Давайте я буду приходить попозже, а вы меня будете отпускать пораньше. И таким образом мы сведем к минимуму время нашего неприятного общения. То есть ты хочешь уходить пораньше? А что, я не против? У меня как раз для тебя есть один больной. Не пациент, а просто сувенир. Пошли. Вот доверяю тебе самого простого пациента в нашем отделении. Он после операции. Скоро должен прийти в себя после наркоза. Подождите, Доколенко. Галя, ты почему халат до сих пор не переодела? Кыш на базу. Дождешься, пока он придет в себя, опросишь и можешь идти домой. Как? Просто опросить? Да. Просто опросить сын главного врача. Спасибо, Андрей Евгеньевич. Я знал, что мы договоримся. Да подавись. Извините. Андрей Евгеньевич, а кого вы мне поручите? Вам. Извините. 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 А вам я решил поручить самого сложного нашего пациента. Никто не знает точно, чем он болен. И у нас осталась последняя надежда на ваш свежий, незавыленный взгляд. Спасибо, Андрей Евгеньевич. Я вас не подведу. Где ж я так нагрешил? Под вечер, доктор, поясницу начинает крутить, ноги слабые, а к дождю колени ломит. А уж если на ночь огурцов наемся... Бабуль, это очень интересно. В пятницу в боку колола и в спину отдавала. Сейчас что конкретно болит? Да сейчас-то в голове немного шумит. Ну вот и все, бабуля, не боись, починим. Сейчас веропомильчик тебе поставим, будешь как молодая бегать. на этом опрос закончен. Теперь перейдем к осмотру. Давайте-ка я вас послушаю. Хорошо. Ой! Что-то не так? Все так. Просто я просто еще... Я еще опрос не закончил. Оденьтесь пока, а то у вас большие... Очень много вопросов к вам. Таких вопросов. Скажите, а вы или ваши родственники, они случайно не страдали? тропической лихорадкой. Вам плохо? Да умираю я вообще. Как умираете? В страшных муках. Да вы не отчаивайтесь, может быть, не все еще потеряно? В смысле? Я поговорю с доктором Быковым, может быть, он вам поможет, и вы не умрете. Так ты от доктора Быкова? Да, я сегодня первый день. А я, может быть, последний. Мне ваш Быков так вчера и сказал. Осталось тебе, Ваня, два дня. Отжил ты свое. А может быть, я могу вам чем-то помочь? Умоляю, сгоняй за коньячком. За коньяком? Хорошо, за коньяком. Вот, вот, здесь должно хватить. Да, конечно, я сейчас. И сигареток, тоненьких таких, легких. Быстрее, быстрее. Мария Ивановна, как вы себя чувствуете? С утра плоховато было, голова шумела, сейчас уже полегче. Мне доктор рукольчик-то поставил, и как рукой сняло. Какой укольчик, и какой доктор? Ну, вот этот, мордастенький-то, на чебурашку похож. Ага, значит, Лобанов у нас уже теперь сам уколы ставит. Ну, ладно, не пить. И даже водочки. Ай, Лобанов, лобанов. Ты чё бабки вколол? А? Я спрашиваю, чё ты бабки вколол, вредитель? Э-э-э-эропамил. А ты в её историю болезни заглядывал? Нет, зачем? У неё аллергия на аэропамил. Так, и что случилось? Всё? Анафилактический шок. Ушла твоя бабка. В страшных судорогах умерла старушка. Поздравляю, сегодня ты открыл своё кладбище, коллега. Анафилактический шок. Меджинская шок. Ты не вини себя, милок, откуда ж ты знал? Ты же помочь хотела, а оно воно как вышло. Прости меня, Бабушка, бабушка, Жичка. Да не убивайся ты так, я уж пожила. И жалеть меня не надо. Тебе сейчас труднее, чем мне. Но ты не бойся. Я-то уж теперь никому не скажу, что это ты виноват! Ты! Мне нужен адрес Марии Ивановны Андреевой из пятой палаты. Андреевой. Мария Ивановна, улица Трифоновская, дом 61, корпус 3, квартира 13. Запиши. Тебе зачем? Я должен извиниться. Я виноват. Может вы когда-нибудь проживали рядом с большими такими предприятиями? Ну, по производству там удобрений, циклофосфат или натриевая селитра? Нет. Нет. Так, хорошо, хорошо. Тогда еще вопрос. А много еще вопросов? Много, много. Ну что? Ты здесь закончил? Это что за бред? Ты чем здесь два часа занимался? Больную опрашивал? Ты ее осмотреть давно должен был. Раздевайтесь. Успокойся, стетоскоп в уши. Я не могу. Почему? Ну, мускулюс леватор, мускулини, органум интенсус. Духово. Я восхищен. Пойдем со мной. А как же я? А вы выше всяких похвал. Что напрягся-то? Дело-то житейское. Там такие большие молочные железы. Да, молочные железы там очень большие, но ты поступи как настоящий врач. А как поступают настоящие врачи в подобных ситуациях? Иди в душ и выпусти пар. Как это? Ну, сброс напряжение. Вы имеете в виду? Не подбирай слова. Ты прекрасно понимаешь, что я имею в виду. Разве так можно? Конечно. Это Бурденко еще предложил во время русско-турецкой кампании. Его поддержали. Сеченов, Пирогов. Да что там говорить. Я сегодня там был четыре раза, да? Ну, если Сеченов. Ну, давай, давай. Иди. Приведи себя в порядок. И продолжай осмотр. Любовь Михайловна. Что у вас там за бардак творится? А что там такое? Ну, идите, посмотрите. Ой! Ветрит Мадрид! Я же говорю, бардак! Ну, да бог с ним. Все равно в моей жизни много хорошего было. Я ведь пять лет на атомной подводной лодке отслужил. Вокруг Америки плавали. Все разведданные собирали. А в космос так и не пустили. Не подходишь ты, говорят, Купитман. Ну, по национальному признаку, наверное. Ладно. Ладно, Варенька. Спасибо тебе. Поддержала ты меня. А давайте я для вас еще что-нибудь сделаю. Иди. Одному мне надо побыть. Вспомнить, кого забыл. Помянуть, кого не помянуть. Ну, вот что я за человек? А ведь не стыдно? О, Андрей Евгеньевич, вот вы где. А я вас бегаю по всему отделению ищу. Повествуй. Да все нормально. Больной проснулся. Я его опросил. Могу идти? Проснулся? Ну да. Что говорит? Нормально все говорит. Жалоб нет. Состояние удовлетворительное. Сознание ясное. Ну, я побежал? Нет. Подожди. Сейчас вместе пойдем. А куда вместе? Ну, как куда? Министерство здравоохранения. Ну, зачем? Тебе медаль дадут. За что? Ну, как за что? Ты сам, без всяких препаратов, вывел больного из комы. И у него после трех месяцев лежания в коме сознание ясное, речь внятная, жалоб нет. Это медаль. Это медаль. Доктор Чанаус, что случилось? Андрей Евгеньевич, почему все так несправедливо? Почему из жизни уходят такие хорошие люди? У него ведь всего сорок. Кому ему? Ну, тому больному, которого вы мне дали. Которому два дня жить осталось. Это он вам сказал? Это вы ему сказали. Вы что, даже не помните? А, сейчас вспомнил уже. И какая же болезнь у вашего пациента? А я не знаю. Никто не знает. А что говорится в его истории болезни? Я ее не смотрела. Врачи верят только фактам. Вы были обязаны посмотреть его историю болезни. И у врача голова должна работать полностью, а не только слезные железы. Так значит, он не умирает? Более того, он даже не пациент нашего отделения. Добрый вечер, коллеги. Это вы? Это я, Варя. А это вам, как самому гуманному доктору сегодняшнего дня. Не плачьте, Варя. Вы спасли жизнь человеку. А ваш старший коллега в свойственной ему хамской манере отказался. Хватит поясничать. Пошли, поговорить надо. Не трогай меня. Варенька, вы не должны быть такой доверчивой. Вы должны были хотя бы посмотреть мою историю болезни. Да я сказал уже, и вообще это мои студенты. И все равно спасибо, Варя. Помянем мы его Василия Степановича. Земля пуха. А все, скорая виновата. Вызывали ее, вызывали. Она так и не приехала. Варенька. Здравствуйте. Простите меня. Я виноват. Как тебе не стыдно-то, а? Нарисовался окаянный. Иди, иди отсюда от греха-то. А еще скорая называется. Ну что, господа коновалы, подведем итоги. Напоминаю, тот, кто получит два, остается на ночное дежурство. Итак, что мы имеем? Доктора Левина застали сегодня за рукоблудием в душевой. Ну, вы же сами сказали. Я имел в виду холодный душ. А вы проявили инициативу. Два. Доктор Черноус. Лично пронесла в отделение пациенту алкоголь и сигареты. Браво, доктор. Два. Доктор Лобанов решил, что он самый опытный. И отправил на тот свет бабульку. Три. Шучу. Два. Доктор Романенко так спешил домой, что опросил пациента прямо из комы. Два. И получается, что вы все сегодня остаетесь на ночное дежурство. Козел. Полностью согласен. И псих. Нехорошо он с нами. Да. Совсем забыл сказать. Добро пожаловать. Здравствуйте, доктор. Я вернулась. Как? Вернулась. Мне там плохо. Я там спать не могу. Вернулась. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Какие у вас зрачки-то расширенные Первый признак невроза Никогда не думал, что Венерологи людям еще и в глаза Заглядывают И что же это мы такие нервные сегодня? А как же нам не быть нервными, если нам на голову Свалили четыре интерна А на мне все отделение под завязку Восемь палат, консультации Вот это, что я там не делаю Отчеты Зачем мне дополнительно четыре имбецила? Гонишь ты на них, Андрюша Нормальные они Просто ты как пить бросил Смотришь на мир трезвыми глазами Нормальные? Нормальные Один сын главного врача Мажор охреневший Слушай, а ты с какой палаты? С пятой С пятой? Значит у вас обход уже был Ты же сейчас свободен, да? Да Сгони с сигаретами, а? Я бы сам сходил, да не вырваться никак Давай Слушай, от души тебя, спасибо Сдача твоя Другой думает, что самый умный Ну, судя по вашим жалобам У вас возможна малярия Лептоспироз Гепатит АБЦДЕ Острый апистархоз Инфекционный монононколиоз Синдром Жильбера Аскоридоз Холилитиаз Иерсиниоз Или просто отравление ядами Третьим Вообще Женщина Ну, долго еще Сейчас Ну Ну Уже все? Да? Да Сейчас Только лекарства введу Четвертому Вообще все пофигу Да мне вообще все пофигу Ты же врач, Лобанов Неужели было так трудно почистить халат? Люба, мне пофигу, понимаешь? Пофигу, понимаешь? Мне вообще все пофигу Хочешь, я тебе помогу? Всегда боялся услышать Это от венеролога А как поможешь? Посьбу одному На один день Ты что? Устал с зеркалом чокаться? Неужели? Просто мне в отделение доставили Больного ветрянкой Скучно мне Дам ему Пусть суетится А я буду смотреть И веселиться Веселиться? Давай Жалко, что у меня Один друг венеролог А не четыре Рука? Нет у меня мелочи Пьющая бабулька А вы знаете, что только мужчины и собаки могут болеть простатитом? Или вот еще интересный факт Самая сильная мышца в теле человека Это язык, представляете? Боря, если ты не заткнешься, я тебе ее вырву, понял? А вот это интересно Средняя длина полового члена составляет... Да не, это ошибка какая-то О, диван Можно, пожалуйста, потише? Просто я еще не ложился Почему ты не спал? С тобой что-то случилось? К сожалению, нет Полный клуб телок и ничего не случилось Хотя под утро уже казалось бы, что прям... Ты только что из клуба? Ужас И ты в таком состоянии будешь ходить по больным? Конечно же нет Как я могу подвергать пациентов такой опасности? Вы будете ходить, а я буду спать Так Быстро эволюционируем до прямоходящих и за мной Задание Лобанов, ты идешь к коже на венерологическое отделение Я тебя сегодня подарил доктору Купитману Что значит, что вы меня подарили доктору Купитману? Ну а что ему только коньяки дарят? Коньяки глупых вопросов не задают Че стоишь? Подарок Я тебя упаковывать не собираюсь Так, беги Пятый этаж Усписанная из второй палаты сегодня апидоктомия Что нужно делать, доктор Чернаус? Подготовить к операции Сделать клизму и побрить пах Последовательность выберешь сама Ты же врач Андрей Евгеньевич, а можно мне с Чернаус? Девушка все-таки, я помогу Ладно, но будь очень внимателен В смысле? Женщина, пах, бритва Чувствуешь уровень опасности? Андрей Евгеньевич, надеюсь, мне вы дадите более серьезное задание, чем Варе с Глебом Все-таки я не медсестра? Согласен До медсестры-то еще не дорос Но сегодня я тебе поручу не менее ответственное задание Ты будешь ходить за мной везде по отделению с умным видом И поправлять очки В смысле? Я не понял Вот ты уже начинаешь справляться Стой здесь до характерного выкрика с твоей фамилией Что, джентльмены? Скучаем Но это дело поправимое Я тут одному докторенку хочу экзамен устроить Так что вы не пугайтесь Смотрим, участвуем, сопереживаем Доктор Левин, прошу вас Здравствуйте Доктор Левин думает, что все знает Ваш пациент Кузьмин, 46 лет Стенокардии напряжения Блокада левой ножки пучка ГИСа Чем будем лечить? Ну, разумеется, антенгенальная терапия Аспирин в малых дозах Что-нибудь из бета-адреноблокаторов Остановка Что? У больного остановка сердца, что делать? В смысле? Ну, давай, быстрее, спасай его Остановка сердца Я не понимаю У больного остановка сердца, спасай его, Левин Давай, думай, думай, ты же, брая Давай, делай что-нибудь Ну, давай, давай, думай Что можно сделать, чтобы спасти его? Под него отекают лимфатические узлы Синеют губы Вываливаются язык и глазные яблоки Давай, спасай его скорее А, ну, при остановке сердца нужно больного Все Что все? Все, он умер Он ушел Он оставил нас Ты убил своего первого пациента Чего тупил-то, Левин? А может, можно было спасти? Да все так быстро, я растерялся Необходимо было провести сердечно-легочную реанимацию Вести ему полмиллиграмма адреналина внутрепенно Полкуба атерапина Гормоны Подготовить дефибриллятор И уж никак не стоять С открытым ртом, как ты это делал Плохо, Левин? Я это все знаю Если бы ты знал, он остался бы жив А сейчас нужно взять тебе книжку По неотложным состояниям Изубрить ее И в следующий раз ты его спасешь Он мне дорог Он похож на Всемирно известного путешественника Конюхова Спасу Спасу Честно спасу Я просто растерялся Честно говоря, не думала, что ты вызовешься помочь Я думала тебе сейчас все по барабану А что ты будешь делать? Клизму или бритпах? Угу В бритпах? Угу Тогда я клизмочку поставлю Здравствуйте Вы Спицын? Да Мы будем готовить вас к операции Я вам поставлю клизму, а... Романенька, ты что спать лег? Ты же сам сказал, что мне поможешь Не, это я Быкову обещал тебе помочь А тебе я скажу правду Я обманул Быкова А сейчас, мой юный коллега Вы погрузитесь в удивительный мир кожи венерологии Мы войдем в этот кабинет И вы останетесь один на один с пациентом Каковы ощущения? Да нормально Не вылечим, только скроем, правильно? Ай Это что сейчас было? Я поставила тебе кофеин Зачем? Чтобы ты взбодрился Зачем? Чтобы брить пах Помнишь, мы с тобой договаривались Варя, да успокойся ты уже Какой кофеин? Ты мне хоть в ведро его влей Я всю ночь не спал Бодряк ты наш, Варя Блин, Варя Антонов Андрей Игоревич 38 лет Поступил с высыпаниями По всей поверхности тела Жалобы на повышение температуры Зуд Приступайте Будем знакомы Лобанов Здравствуйте Здравствуйте Так, что тут у нас? Посмотрю Смелые нынче доктора пошли Совсем не предохраняются Не пугайтесь Это не тапочки, а дефибриллятор Так Разряд Еще разряд Ритм восстановлен Ну, вроде все Левин Я же тебе сказал не отложку зубрить А не спокойно начать малышей играть А мне не надо было ее зубрить Я ее и так знал Просто освежил память Ну, давай, показывай Необходимое мероприятие При клинической остановке сердца Первое Пена изо рта Что? Вон у того пациента Пена изо рта идет Что делать надо? Бегом! Подождите, Андрей Евгеньевич Я подожду с пациентом Что делать, думай Почему у вас пена идет? Левин, как он тебе ответит? Он занят, он умирает Давай! Пена идет Это значит Пена, судороги Левин, Левин Давай, Левин Думай, думай Время, Левин Давай, все Ну, я не знаю Еще одного приговорил Я про остановку сердца повторял Так нечестно, Андрей Евгеньевич Это ты не меняет Ты его обвиняй Чего он болеет не тем, что ты знаешь? Все же было элементарно просто У него острый отек легких Лечение Морфин Фуросимид Нитроглицерин Ну и вся остальная ерунда Стыдно, Левин Учить надо лучше Приду, проверю Извините Этого больше не повторится Честно И главное, почему я Вот мне интересно Люба Ты представляешь Быков Подарил меня Купитман Ну а что Купитман мне, естественно Нормального больного не дал Дал мне какого-то В пятнах Я не знаю Леопарда А мне теперь Литературы Знаешь, сколько Читать Спящая красавица Что ж так на нас рубился Три странички До ветрянки Не дотерпел Учить так учить Глеб, ну что, выспался? Как я могу, Варвара Ты что, мы же на работе Мы же врачи, Варечка Я даже не знаю Как мне тебя отблагодарить теперь Ты же знаешь Побри пах Варя, ну ты что Мы же с тобой Не так давно знакомы Дурак Ты что, с ума сошел? Ты что, мне вколол? Успокоительная Успокоительная? Еще не подействовала Ну ничего Очень скоро Ты захочешь спать Но ты же на работе Ты же врач, Варь А ты имбецил Ну что, восполнил пробелы в знаниях? Ага, да Вот тут как раз Уточняю кое-что Бог мой Ну-ка, повернись на свет Трогал больного без перчаток? Да, а что? Я даже не думал, что он может так быстро развиваться Чего? Полюбуйся Ты заразился системным воскулоподобным эхтиозом Шлеймана Не трогай лицо руками Ну что делать теперь? Лекарств в больнице от этой болезни нет Да как нет? Ну а давайте вот Которого я трогал руками Давайте у него отберем, что ли? Ну я не знаю, в конце концов Мы сами его уже две недели аспирином обманываем Ладно, сиди здесь Я что-нибудь придумаю Как же так? Как же так? Твои веки тяжелее, глаза закрываются Как же хочется лечь в свою кровать Угрызть своим пушистым одеялом Но у нас задание Нам надо... Романенко, а что ты конкретно мне вколол? Себазон Сколько? Ампулы Это же очень много У меня сейчас часа на два как-то Варя Варя, Варя Ты чего? Черноус Пошутили и хватит, Ван Так, неприятный мне сын глав врача Где Варя? Так она отошла Ага А зачем? Охочешься на кого? Или так? С клизмой погулять вышел? Так мы же с... Ты пока думаешь? Я тебе веселую историю расскажу Звонят мне из операционной и говорят Мы операцию уж начали Но еще больного нет Ну вы не торопитесь Мы пока воздух порежем Че стоишь? Бегом в палату Больной же должен быть на столе Я бы еще его не подготовили Давай, 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 давай Анофилоксия помню Так... Так... Тренический шок Это вообще легкотня Ну что, палат Зазначил топор своей тупости? Андрей Евгеньевич, не спешите иронизировать Я готов купировать любое неотложное состояние Любое? Любое Это хорошо Что с вами? Андрей Евгеньевич, дышите! Что ты делаешь? Стой! Отойди, Ревень! Я... Я вас спасал От чего? Ну, я предположил, что это фибрилляция желудочков Я оказывал первые реанимационные мероприятия для восстановления ритма Какого ритма? Включи логику Я вошел в палату Кушал бутерброд Поперхнулся Что нужно делать? А-а-а Освободить верхние дыхательные пути Правильно Ну уж никак не пинать меня Откуда тебе столько ненависти? Левин Еще очки я одел вон Андрей Евгеньевич Ну вы играете не по правилам Молчи, убийца Ты сегодня отправил на тот свет трех хороших людей Великого русского путешественника Конюхова Покорителя Крымского моста Из своего учителя Я тебе придумаю другое задание Морг? Да? А чему ты удивляешься? У меня не было выбора Живых тебе доверить нельзя Вот посидишь здесь, перепишешь все это И может быть свободен Здравствуйте Что это ты многоуважаемый Иван Анатольевич? Сам себе кофе наливаешь Я же тебе отдал Самого талантливого из своих амбецилов Не может она Что это? Он, конечно, не Софья Ковалевская кюри Но с кофейным аппаратом вполне справиться сможет Андрей Евгеньевич У интерна Лобанова обнаружено страшное заболевание Системный воскулоподобный ихтиоз Шлеймана Вау! И где же он заразился этим чудовищным несуществующим заболеванием? У меня в отделении Когда к больному ветрянкой голыми руками прикасался Ясно Проказничаешь Да не допроказ Спасать надо парня Угу Придумал же как? Эректальные суппозитории раздражающего действия Да, я помню Свечка с перцем Побегает твой Лобанов Почешется Потом мое отделение за километр будет обходить Если перчаток в кармане нет Люба Здесь каталка стояла Куда делась? Санитару везли Как увезли? Куда? Как куда? В лод Блин Жι Продолжение следует... А! Власов 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 Куда? Власов Хир Спис Еле уночмеда выпросил. Это последнее. Если введешь прямо сейчас, успеешь предотвратить болезнь. Вводится перектум. Надеюсь, знаешь, куда это. Это я знаю, в жопу. А почему туда? Там всасывание лучше. Ну да. Иван Натанович, а как же больной? О себе думайте, Лобанов. Мы врачи. Медицинское братство. И вы важный член нашей мощной организации. Помните об этом. Вставляйте и помните, мы рядом. Мальчик. А! А! А-а-а! Тихо-тихо, Варь, всё хорошо, всё хорошо. Варя, Варь! Всё. Я проснулась, они тут лежат. Всё, всё, пойдём отсюда. Дурак, это всё ты! Да, да, я дурак, я сказал, ну прости меня, пойдём отсюда. Отпусти! Идиот, крестент! Всё, успокойся, всё хорошо, пойдём отсюда. Ой, что ты, придурок! Ну, хочешь, я пах побрею? Да не ей, и не себе. Да чё я тебе объясняю? Андрей Евгеньевич, у меня в морге встал! Бывает. Труп встал! Вот что, Левин, выйди, вернись с сознания и войди снова. Андрей Евгеньевич, я не сумасшедший! Ну, правда, я видел, я конспектировал. Он сел, потом встал. Ну, правда, пойдёмте, я покажу вам. Пошли. Сымай штаны! Зачем? Некогда объяснять. Потом мне спасибо будешь говорить. И запомни, друг, Лобанов моя фамилия. Ну и что у нас получается? Ты писал, он сел, и ты убежал. А сейчас его нет, значит, он тоже убежал. По-твоему, выходит, что по больнице где-то бегает труп. Так? Получается, так. У нас ЧП, Левин. Но шум поднимать не будем, ситуация-то идиотская. Поступим так. Я пойду искать его по этажам. А ты останешься здесь на ночь, в засаде. Утром доложишь обстановку. Это дежурство? Да. Скажите, а что вы мне дали? Жизнь я тебе вторую дал, понял? Проживи только её правильно, чтоб стыдно не было. Что-то как-то жжёт. Очень сильно. Ничего страшного, нормально. Наверное, жжёт, значит, помогает. Какой нафиг помогает? Мне там как будто горит всё. Доктор, ну сделайте же что-нибудь, а? Что? Что? Откуда я знаю, что? Вы же доктор, вы и делаете, а? Ну, может, воды туда залить? Я не знаю. Должно было помочь. Антонов, вы сегодня кровь сдавали? Иван Анатольевич, пожалуйста, помогите. У меня, кажется, жопа горит. Я его спас, свою свечу ему отдал, но реакция. Лобанов, ты быстро на клизму. Ага. Лобанов, ты такие решения сам не принимай. Советуйся иногда. Ну, не получается у тебя пока. Надо с ним поаккуратнее. Всё, я всё сделал. Иди скажи Быкову, что мы всё сделали. Сам иди. Черноус, тебе не стыдно? Ты здесь спишь целый день, а я вкалывал, как проклятый. Давай, иди, Варя. Я не могу. Мне какой-то урод Сибазон вколол. Да? Не повезло тебе. А у меня прям праздник сегодня. Я одному мужику и клизму поставил, и бесплатно интимную стрижку сделал. Знал бы, торт купил бы, отметить. Иди, Варя. Не думаю. Давай, Варя, иди. Иди сильно. Доброе утро, Андрей Евгеньевич. Что случилось, Люба? Вот, прихожу утром, а она кверху брюхом. Ай-яй-яй. Ну, я надеюсь, что это единственное, кто умер за эту ночь в моем отделении. Ну, и юмор у вас, Андрей Евгеньевич. Сам горжусь. Андрей Евгеньевич, здравствуйте. Что здесь делают, а смешать же? Я забыла предупредить, она утром пришла. Здравствуйте, Самойлова. Какое заболевание на этот раз вы себе придумали? Ничего не придумываю. Вы меня плохо лечите. Я лечу всех одинаково хорошо. У вас вегетососудистая дистония. Ну, я посмотрела в интернете. Я определила, что у меня синдром Кандинского-Коновалова. Вы уже шестой раз. Седьмой. Седьмой раз к нам приходите. У вас вегетососудистая дистония. Нет у меня дистонии никакой. У меня Кандинский-Коновалов. Весь ваш Кандинский-Коновалов лечится отключением от интернета и сжиганием всей вашей медицинской литературы, которая скопилась у вас дома. Андрей Евгеньевич, у меня есть направление в стационар. Палата оплачена, и вы обязаны меня лечить. Я ее убью. Вы мне поможете спрятать тело? Ну, в общем, забудьте. Со мной до скорой один чувачок ездит. Ну, вот он вообще тупой. Тупее тебя? Да. Ну, прекрати, подожди секунду, не сбивай. Вот. И он, в общем, с вызова бабульку одну привез. Она, так сказать, полезла на шкаф за кошечкой и упала оттуда. Вот вы как считаете, какой он диагноз поставил? Ушив всей бабки. Понимаешь, говорит, ушив всей бабки. Че, поверили, что ли? Это наша старая медицинская байка, молодежь. Вы че? Никогда, никогда не трогай его! Ну что, санитар с дипломами, кто хочет домой? Отлично. Сегодня вашим домом будет приемное отделение. Это такое тихое, уютное место, куда свозят дикоорущих больных. Для того, чтобы вам было интереснее, я решил ввести соревновательный момент. Кто облажается, тот заступает на дежурство на ночь. Перестаньте перебирать в голове матершинное ругательство. Марш на работу! А ты, доктор Ленин, почему руку не поднял? А я не Ленин. Так ты и не доктор. Поэтому ты пойдешь к старшей медсестре и будешь ей помогать выносить утки из подлежащих больных. Там, глядишь, и интернатура закончится. По вашему методу обучения я так никогда докторами не стану. Мы должны практиковаться дифференциальной диагностике, разбирать интересные случаи, а не утками заниматься. То есть, пока твои коллеги будут обычных пациентов лечить, ты будешь выбирать интересные случаи. Хотя... Я посмотрела в интернет и поняла, что у меня синдром Кандинского-Коновалова. Есть у меня для тебя один интересный, действительно интересный случай. Четвертая палата пациентка Самойлова. Фас, Левин. Но я бы выбрал утку. А мне что делать? А ты найди себе мужика. Ради от него ребенка, заведи любовника. В общем, стань настоящей женщиной. Андрей Евгеньевич, я хочу быть врачом. Женщина-врач – это даже не смешно. Вот котов кастрировать – это интересно. Ну, хорошо, тогда я буду весь день за вами ходить и смотреть, как вы работаете. Седьмая палата пациент Стаханцев. Спасибо, Андрей Евгеньевич, я вас не подведу. Прости меня, Стаханцев, у меня не было другого выбора. Слушай, Лобаныч, а что мы вдвоем-то вкалывать будем? Давай по очереди. Я пойду поработаю, а ты покемаришь. Ты же с дежурства. Я не понял, в чем развод? А, ну понятно, то есть я усну. Усну, да, ты скажешь Быкову, и он меня оставит на дежурство, да? Это я понял, ты молодец. Но меня так просто не проведешь. Я пойду первым. Ну, ладно. Давай тогда так. На кого-то он меня решил? Вы видели? Решил меня на кого-то, представляете? Но меня не проведешь. Я ведь, знаете, необычайному ума человек. Пробанное. А я ничего покупать не буду. Да нет. Я врач Варвара Николаевна. А это для осмотра, чтобы ничего не пропустить. Ну, начнем. Как вы себя чувствуете? На что конкретно жалуетесь? Что-то болит? А если болит, то как? Тянет, колет, режет, ноет или давит? Или боль какого-то другого характера? Доброе утро. Вы Самойлова? Да. Меня к вам доктор Быков направил. А вы знаете, что у меня серьезное заболевание? У меня, между прочим, синдром Кандинского-Коновалова. Вы слышали про такой? А давайте в этой палате диагнозы буду ставить я. На что вы жалуетесь? Я-то? Записывайте. Больно? Да. Какой здесь? Да. Девушка, вы мне уже четвертый раз меряете давление. Мне нужно знать давление в динамике. Тем более оно у вас все выше и выше. А вы не догадывались, почему? Потому что я спать хочу. А вы меня достали со своим пульсом, давлением, градусником. Точно. Крадусник. И второй. Теперь все? Вроде бы да. Бабакин! Здрасте, Бабакин. Так, на что жалуемся? Давайте-ка угадаю. Сердце? Нет, доктор, у меня голова. А-а-а. А то я не понимаю. Написано, голова в инородном теле. А это просто кто-то в кастрюле заснул. Нет, доктор, я просто хотел жену напугать. Напугать? Бабакин! В кастрюле это не страшно. Надо было в мясорубку. А вы мне ее снимите, а? Зачем? Бабакин, дырки для глаз сделаем, будете так ходить. Ну, пожалуйста. Ну, ладно, ладно, слимем. Аккуратненько голову отрежем. За... Из кастрюли достанем, на место пришьем, под анестезией не почувствуем. Это зачем? Зачем? Бабакин, куда? Так, вы разделись? Да. А я одеваюсь. Ну, одно могу сказать точно, у вас не Кандинский Коновалов. А что тогда? Пока не знаю. Или дистония? Да какая там к чертям дистония? Вот это доктор. Я смотрел, я просил, я задумчиво ушел. Это что такое? Да вы спите, спите. А я пока за вашим сердцем понаблюдаю. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Не может быть. Девятнадцатое сентября. Время двенадцать тридцать. Запись номер один. Пациентка Самойлова, пятьдесят три года. Клиническая картина не укладывается ни в одно известное заболевание. В научной литературе подобный синдром не встречается. Левин, а ты можешь со своим диктофоном в туалете поговорить, а? Почему в туалете? Да потому что я в туалете спать не смогу, а ты там разговаривать сможешь. Придурок! Запись номер два. Я на пороге нового открытия. Рабочее название синдром Левина. Нет! Болезнь Левина. Бабакин, вы же взрослый мужик, Бабакин. А если бы я сказал, что вам нужно уши отрезать, вы бы тоже поверили? Вот теперь сотряс, придется неделю в больнице лежать. Ну и шуточки у вас. Цирк у вас, что ли, здесь? Вот я пойду к вашему начальству и расскажу, как вы мне голову хотели отрезать. Идите, идите, Бабакин. Идите, расскажите. А я скажу, что ничего не было. Кому поверят, мне, опытному специалисту, или вам. Пятый десяток, Бабакин. Он голову в кастрюлю засунул. Ладно, не переживайте, Бабакин. Сотряс не простатит, за неделю пролетит, да? Лечитесь, Бабакин. Люба! Где новые бланки? Люба! Андрей Евгеньевич, мне нужны полномочия для проведения дополнительных анализов у Самойловой. А что с ней? Мне очень интересно. Она будет жить? Андрей Евгеньевич, это правда очень интересный случай. Описаны ею симптомы. Не подходит ни под одно известное заболевание в мире. Я думаю, я открыл новую нозологическую единицу. Один мой коллега поставил ей вегет сосудистую дистонию. Да какая там дистония? Там дистония и не пахла. Передайте вашему коллеге, что он идиот. Если диагностика ему не под силой, пусть идет работать дворником. Понял. Даю вам полный карт-бланш. Какие анализы вам потребуются, коллега? Кровь из вены, артерии, моча, спинномозговая жидкость, обязательное эндоскопическое исследование брюшной полости, кобличную биопсию, ну там печень, почки, желудок, мозг и хотелось бы МРТ. Я горжусь с вами. Вы на пороге открытия. Уже придумали название для своего заболевания? Ну, я думал, там, может, болезнь Левина. А что? Звучит! Нет, правда, звучит! Эх, везет же тебе, Левин. Даже немного завидую. Вот всю жизнь ждал такую больную и... Ах! Удачи тебе! Спасибо! Сказочное видео! Лева! А если вдруг захотите в туалет, я вам принесла баночку. Слушай, ты что, баночка, издеваешься? Нет. Нашла себе подопытного! Не больница, а дурдом! Так, пригласите мне сюда заведующего! Андрей Евгеньевич! Андрей Евгеньевич, Стаханцев просит вас к нему зайти. Он меня выгнал. Что, уже? Да. Видите ли, я не устраиваю его, как врач. Какой наглец. Меня ты, как врач, тоже не устраиваешь. Но я же молчу. Ладно, пойдем, поговорим с этим нахалом. Здравствуйте. Как вы посмеяли назвать моего интерна врачом? В чем дело? Андрей Евгеньевич, она извела меня совсем. Она меня дергает каждые две минуты. Ну и что? У меня четыре таких примата. Я же не орал на всю больницу. Что вы от меня хотите? Спать я хочу. Она мне не дает. Ясно. Значит так, доктор Варя Черноус. Как заведующее отделением, я приказываю вам до трех часов не тревожить пациента и не приближаться к нему ближе, чем на пять метров. Вам хватит поспать? Хватит. Только боюсь, что через три часа вам опять придется сюда идти. Ну, если я опять сюда приду, то на одного врача в нашем отделении будет меньше. Интересно, кто же это может быть? Вам предстоит сдать кровь из вены, из артерии, из пальца, затем кал, мочу, желчь, ну и затем я вас жду на любальную пункцию. Вы на голодный анализов, а? А, я еще не закончил. После этого нам предстоит взять для биопсии ткани основных органов, почки, печень, желудок, ну и спиной и головной мозг. Куда же без него? Мозг! Именно! Поймите, возможно у вас совершенно неизвестное науке заболевание и наша с вами задача рассказать о нем миру. Вы что? Вы что? Позьми! 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 А ну, какой ты дверь? Я буду жаловаться на вас! Запись номер три. 19 сентября, 13.50. К симптоматике добавилось агрессивное поведение, вспышки ярости, отрицание симптомов. Болезнь Левина прогрессирует. Романенко, подъем, вспышка справа! Лобанов, ты что, дебил что ли, а? Ты дебилов не видел, друг мой. А я видал. Вот 45 лет человеку сегодня надел кастрюлю себе на голову, не мог снять, пришлось спасти. Лобанович, эта кастрюля в жизни не налезет на голову человеку, а тем более взрослому мужику. Смотри, смотришь? Так, не налезет. Смотрим. А! Ну что, не налезла? Убедил. Так, убедил. Ладно, пойду работать. Иди, поработай. Стой! Не снимается. Да хорош прикалываться, ладно? Да я не прикалываюсь, стой! Застрял! Так, 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 так. Значит, так нам ее не снять? Иди за Вазелином. Не, Семен, давай останемся только друзьями. Это не смешно сейчас. Иди за Вазелином. Что тебе, сложно что ли, Глеб? Кто облажается, тот остается на дежурство на ночь. Ладно, Дарт Вейдер, пойдем в смотровую за Вазелином. И да пребудет с нами сила. За мной! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ой, вот! Вы пугите меня оттуда, пожалуйста! Пойдемте, все руки! Андрей Евгеньевич! Вы знаете, этот ваш Борис Аркадьевич, он же хочет у меня мозги и анализы взять! Правильно! Вы же с дистонией не согласились. Теперь мы вынуждены у вас взять кусочек мозга, который вы свои идиотские диагнозы придумываете. Не надо! Не надо! У меня дистония, это я вам точно говорю! Отпустите меня на поле! Ну ладно, если уж вас паранойя отпустила, то мне грех вас не отпустить. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Андрей Евгеньевич, а вы куда мою пациентку ведете? А я теперь не ваша пациентка. А Андрея Евгеньевича, правда же, Андрей Евгеньевич? Правда, правда, самая была. Как? Как не моя? Вот всю жизнь искал себя такую больную и... Ну, удачи тебе! Андрей Евгеньевич, потрудитесь объяснить, что происходит. Борис Аркадьевич, вы возвращайтесь в ординаторскую, а я туда приду и все вам объясню. Не, не надо ничего объяснять. И так все понятно. Это бесчестно! Вы... вы подлец! Да. Брысь в ординаторскую! Олигофрен. Псих! А вы хороший. Да. Понацепляла тут хрену снюш. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ты что делаешь, дура? А я думала, вы умерли. А я думаю, ты хотела меня убить. Я хотела вас спасти. Да я просто спал. Все, пойдем к заведующему. А может, лучше спать? Слезай с меня. М-м-м. Андрей Евгеньевич! Эта идиотка на меня верхом запрыгнула. Ну, и чем вы недовольны? Или на вас каждый день 20-летние девчонки запрыгивают? Что произошло? Я только заглянула в палату. А он там мертвый лежит, я сестолей на мониторе. Я начала ему непрямой массаж сердца. Ну, откуда я знала, что он спит? Ну, наверное, датчики отошли. Ты их сам оторвал. Они мне спать мешают. Эта идиотка на меня наскочила. Я правильно понял, что вы самостоятельно отключили датчики монитора и уснули? Да. Ага. А вы увидели показания приборов и начали реанимационные действия. Так? Давайте включим логику. Представьте себе, что это не вы отключили себе датчики, а у вас реально остановилось сердце. Вы бы хотели, чтобы доктор Черноус начал вас спасать? Хотел бы. Она этим и занималась. Тогда вернемся к первому вопросу. Чем вы недовольны? Вы знаете, я, наверное, погорячился. Варвара Николаевна, вы тоже меня простите. Я, пожалуй, пойду. Многоуважаемая Варвара Николаевна, от всей души поздравляю вас. Вы чуть не угробили мне Стаханцева. Он на прошлой неделе шунтирование перенес. А вы скакали на нем, как намерение. Так я же его спасала. Вы что, не знаете, чем отличается мертвый человек от живого? Знаю, но я же его спасала. Назовите мне первые признаки клинической смерти. Мы, наоборот, наде... Э, мэ, первый признак клинической смерти – отсутствие дыхания. Немедленно берите учебник в реанимации и зубрите его. Кыш! Кыш ты. Доктор Варя. Вы не доктор Варя, вы доктор Варвар. Варвар. Нет, все-таки надо сходить к логопеду. Романович, ты что? Да я, я, не лапай меня, я возбуждаюсь. Ты что там делаешь? Маскирую тебя. Медсестра Вазелина не дала. Придется нам за ним процедурку идти. Извините, ради бога. Тихо, тихо. Тихо, тихо. Романович, давай скорей, пока нас быков не спали. Да, да. Да, все. Почти пришел. Так, стой, стой, подожди. Да и не лапай ты, не лапай. Подожди. Глеб. Глеб. Ну ты где? Давай вазелин скорее, сейчас, не дай бог, этот фашист придет. Блин, в больницу столько нормальных врачей, нам это п*** досталось. Я тебя тоже люблю, Лобанов. Дорогие друзья, вы не представляете, с каким трудом мне удается совмещать в себе сразу три великих звания. П***, фашиста и руководителя вашей интернатуры. Но это было лирическое отступление. Подведем итоги ваших соревнований. Итак, почетное второе место присуждается интерну Лобанову. И он награждается курсом Агнезии внутривенно, чтобы смог скорее оклематься после полученного им ранее сотрясения. А первое место присуждается его верному другу, хитрому доктору Романенко. И он награждается ночным дежурством. Как, а почему я, Андрей Евгеньевич? У Лобанова сотрясение, соответственно, дежурить он не может. И он сменил статус доктора на статус пациента. Но если ты тоже не хочешь дежурить, я не против. Вот кастрюля, вот стена. Спасибо. Я уж лучше поработаю. Ну, это ж надо было до этого додуматься. Хоть бы пьяные были, что ли. Это же надо. Украл мою пациентку. Вор! Сволочь! Дорогие мои, здесь больше не будет. А-а-а! Никогда, никогда не трогай его! О! Вот тебе! Не на вижу! Ливин, ты куда собрался? Пропустите меня! Воры, не кипятись. У твоей Самойловой дефицит внимания. Дистония. Вот она и придумывает все диагнозы. Я вам не верю! Не веришь? Открой историю болезни. Она у нас семь раз за этот год лежала. Скучный, понимаешь? Правда? Правда, правда. А ты мне просто первой подругой попался. Но я тебе благодарен за то, что ты мне помог от нее избавиться. Что это? Это? Это, извините. Ты разбил Игоря. Запись номер 9. Надеюсь, что моя болезнь, ну, то есть болезнь Левина, не передается воздушно-капельным путем. В противном случае я тоже могу быть заражен. Хм, как глупо Левина умереть от болезни Левина. Андрей Евгеньевич, ну хватит, я же извинился. Не-не-не, сейчас моя любимая будет. Запись номер 17. Быков подлец, мерзавец, тварь, скотина. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Субтитры создавал DimaTorzok И вот так Ольга Николаевна необходимо начинать каждый день. Это чрезвычайно полезно для суставов и снабжает жизненно важные органы свежей кровью. Спасибо, Андрей Евгеньевич. А теперь бегом на ФГС. Ну, а вы чего прохлаждаетесь? Андрей Евгеньевич, вы так хорошо танцуете. Доктор Черноус, я не танцую, я работаю. А вы бездельничаете. Что вы стоите глазами хлопаете? Немедленно возвращайтесь на свои рабочие места в ритме вальса. Раз, два, три, раз. Субтитры создавал DimaTorzok Варя. Варя. Варюш, это тебе. Дурак. Спасибо, очень красивый. Слушай, здесь на Никитской ресторанчик французский открылся. Может, поужинаем вечером? А, понятно. Держи. Ты чего? Ничего не получите. В смысле? Ты думаешь, я не понимаю, чего ты хочешь? Цветы, ресторан, ты такая классная. Может, продолжим, я тут живу недалеко. А на утро еще одна галочка в твоем списке, да? Варя, я вообще-то впервые за три года девушке букет дарю. Да какая разница? Просто я тебе сразу хочу объяснить, что у нас ничего не будет. Не понял. А почему такая категоричная? Долго объясняет Романенко. Не будет и все. А, ну, не зарекайся, Варя. Сейчас не будет, а завтра будет. Ты не понял, Романенко. Ни завтра, ни послезавтра, никогда. Да. Вот как. Может быть, поспорим? О чем? О том, что мы с тобой переспим. Очень скоро переспим. Пациент, Колчин, это что такое? Я же вам сказал выпить таблетки еще до завтрака. Почему вы не следуете указаниям вашего лечащего врача? Это же серьезно. Я вам выписал. Ранитидин, метронидозог. Молодой человек, я пить таблетки не собираюсь и даже не уговаривайте. Всю жизнь уринотерапия. Я и начал, я и продолжу. Что? Уринотерапия? Да, да, да. Я буду лечить свой организм собственной энергией. Даже для этого арбуз купил. Что это за чушь? Какая уринотерапия? На дворе двадцать первый век. Это же в конце концов ненаучно. Пусть ненаучно. Пусть ненаучно. Зато за свои пятьдесят лет я первый раз попал в больницу. Может быть, у вас просто организм сильный. А почему? Да это бред. Я вам авторитетно заявляю, что уринотерапия есть не что иное, как самообман. Мне кикует. Никаких таблеток я пить не собираюсь. Только свое. Хорошо. Туз! Двадцать одно. Это сам виноват, что у тебя деньги кончились. Так, кто здесь, Баландин? Я. А вы что, в карты играете? Ребят, у нас больница, у нас в азартные игры играть нельзя. А вы кто? Я брата пришел навестить, а он на процедурах. Я ему сока принес, фруктов. Лучше я завтра зайду. Садитесь, доктор. В партиичку сыграем, одну. Я-то? Да. Я что, дурак, что ли? Да одну, доктор. Да как так-то? Полторы тысячи как? Полторы тысячи за полчаса как? Ставки не я предлагал, повышать. Давай еще играть. Я в долг не играю. В долг он не играет. У нас вообще играть запрещено, понял? Сиди здесь, я сейчас приду. И карты не убирай, понял? Варюша, я узнал, в процедурке никого нет, мы же пойдем по-быстрому похулиганим. Да отстань ты уже, у нас этого никогда не будет. Ох, не зарекайся, Варя, не зарекайся. Люба, тебе не показалось, что Варвара Николаевна сегодня какая-то уставшая? Да вроде нет. Как она так может? Вчера из меня все соки выжила, а сегодня уже с утра бодряком. В смысле? Подходит ко мне на днях и говорит, Глеб, приходи ко мне вечером поболтаем. Прихожу, даже разуться не успел, она мне на шею бросилась. Глеб, я люблю тебя, я хочу тебя, возьми меня. Я говорю, Варя, ты чего? Успокойся, мы же работаем вместе. А она и говорит, Глеб, тебе же нравятся плохие девочки, и давай с него рубашку стягивать, то как. А потом еще раз, прямо на работе в ординаторской, представляешь, вот совести у людей нет. Кошмар, человек в коме лежит, они на соседней койке скрипят. И это потаскуха, еще потом людей лечат, ужас, извращенка. Ну да, ужас. Так, где мой сок? Опа. Ну и три часика, еще четыре куба. Внутривенно. Что стоишь, Левин, пациент выгнал? Нет, Андрей Евгеньевич, я сам ушел. Ух ты, надо бы с ним проконсультироваться, как сделать так, чтобы ты от меня сам ушел. Он, видите, пьет. Судя по цвету, кальвадос. Нет, моча. Дело в том, что пациент отказывается принимать лекарства. Он, видите ли, сторонник уринотерапии. Человек безотходный, как я их называю. Андрей Евгеньевич, а что, если нам уговорить его этой своей уриной лекарства запивать? Так в чем проблема? Иди и уговори. Так он меня не слушается. Я ему уже говорил, объяснял, даже с научной точки зрения. Тряпка ты со всех точек зрения. Стой здесь, Ленин. Я Левин. Колчин, я так понимаю. Да. Быков, зав. отделением. Вот пришел поздороваться, а заодно и попрощаться. Не понял. Ну, объясняю. В моем отделении лечат исключительно стандартными медикаментозными методами, от которых вы, собственно, отказались. А свою мочу вы можете и дома пить. Добавьте туда лимон и мяту. Будет называть урино-мохито. Очень должно бодрить. Так что, до свидания. А точнее так, прощайте, потому что в вашем возрасте без соответствующего лечения это как в ванне с крокодилом. Интересно, но по времени мало. Подождите, подождите. Что? Я согласен. Я согласен лечиться. Правила простые. Таблетки и уколы по предписанию. А вот мерзость вылейте, только не в себя. Зачем? Это ж сок. Сок? Сок яблочный. Этим вы таблеточки запейте. И рад, что познакомились. Вот и все, Левин. Все. Доктор Быков победил пациента лечиться нашими традиционными медикаментозными средствами. А у тебя какие-то проблемы с коммуникабельностью. Не умеешь ты к пациентам подход находить. Вы это зачем? Работа у нас такая, Левин. Врачи мы, да. Ох, тяжело тебе будет. Ох, тяжело. Нет в тебе стального стержня. Нету. Есть жвачка? Нет. Ни стержня нет, ни жвачки. Что ты за человек? Ну послушай, ты что перевозбудил? Что ты, Левин? Поговорить надо. Тихо, тихо. Почему все вокруг думают, что мы с тобой переспали? Ну потому что мы с тобой переспали. Забавно, да? Утром ты говорила про то, что этого никогда не будет, а днем уже бац и переспали. Ты сволочь. Успокойся, Варя. Ну послушай, я, как истинный джентльмен, хотел, чтобы это осталось в тайне. Но, видимо, кто-то разболтал. Я обязательно найду это трепло и скажу ему, что нельзя рассказывать в сей больнице про то, чем ты занималась со мной в ординаторской. И в лифте, и в палате, и в морге. Ну ты видишь, как я хорош? А ты вообще просто бомба. Кстати, если захочешь повторить, я жду тебя вот в этой палате. Хотя, после морга, наверное, тебе это уже не интересно. Переспали, значит? Ладно. Ну и зачем? Тебе тысячи рублей. Люба, надо мне, понимаешь? Жене сюрприз сделай. А, жене сюрприз. Не завидует-то я жене. Почему? За тысячу сюрприз. А чем можешь нам завидовать? Так, Люба, дашь ты шоу? Нет. Так нет, у меня денег. Как нет? А что спрашиваешь, зачем? А как не спрашивать? Женщина должна знать о мужике все. Даже о чужом. Лобанов, боишься меня? Это хорошо. Баландин твой пациент? Да, мой. А что? Ты че-нибудь ему назначал? Нет, не успел. Я замотался. Но сейчас я его нагружу. Томлеточки, компрессик. Не спеши. Поздно уже назначать. Как? Он же только что улыбался. Он до сих пор улыбается. У него анализы пришли, все хорошо. Выписывай его. Как выписывай? Лобанов, от тебя живым никто не уходил? Не знаешь, как выписывать? Слава! 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 Привет. Привет. Как дела? Ну как? Так себе. А у тебя? Да, так. Угу. Бывало у тебя когда-нибудь смотришь на парня и думаешь, а оказывается, все. В смысле? Ну как бы тебе объяснить? Линейка есть? У меня три сантиметра? Это у меня три? Да, у тебя три сантиметра. У нас с тобой действительно был секс. Хотя, знаешь, может мне показалось? Потому что я ничего не почувствовала. Слушай, Романенко, поговори с хирургами. Может, они тебе помогут? Ну, хоть на сантиметрик. Ну, хоть на сантиметрик. То есть О, вот ты где. Чё, опять денег занять? Чё сразу денег-то? Так просто, сигаретку дай. Уши, займи штука. Лобанов, а ты другие какие-нибудь фразы знаешь вообще? Вообще знаю. Ну, тут просто такое дело. В общем, долго объяснять. Короче, займёшь или тебе на меня наплевать? Штукарь, говоришь? Хорошо. Только есть одно условие. Говори. Скажешь Любе, что у меня большой пенис. Чё? Ну, что у меня там не просто орудие, а крупнокалиберное. А зачем тебе? Слушай, я тебя же не спрашиваю, зачем тебе штукарь. И ты меня не спрашивай, зачем мне это. Логично. Ну, так что, по рукам? В принципе, за два штукаря могу ещё Левину сообщить. Только Любе и только штукарь. Ты только там поаккуратнее, ладно? Ну, так, типа, не взначай. Романович, не боись, всё будет чики-пуки. Вот этого я и боюсь, Романович. Вот этого и боюсь. О, маркер. Большой. Как у Романенко. Хотя нет, у Романенко больше. Раз в полтора. Огромный, поняла? Как вспомню, так офигеваю. Ладно, пойду я. Так, Баландин, куда это вы собрались? Домой. Меня же выписывают. Заведующий приходил. Заведующему, Баландин? Лишь бы выписать. Койку освободить. А я ваш лечащий врач. Я вас забочусь. И никуда вы не пойдёте, пока не сделаете ещё один анализ крови. Зачем? Зачем, зачем? Надо! Не спорьте с врачом. Галя. Так, Галя, сделать полный биохимический анализ, проверить на ферменты, свёртываемость, в общем, всё, короче. И не торопитесь, Галя. Проверяйте тщательно. Так, Баландин. Пока ждём анализы. По партейку. Ну, вообще-то, можно? Можно. Вот и отлично. Только играем моими, Баландин. Я сдаю. Три тысячи! Три! Три! Дед! Да, не прёт вам сегодня, доктор. Но в любви точно повезёт. Ты мне поговори ещё! Ты... Тебя вообще выписали! Ты что тут остался? Вы же мне анализы назначили. Вот я и жду. И чё? А... Занесу! Я тебе твои 500 рублей! Занесу! Романёнка, в наше время этого как-то стеснялись. Не говорили никому. Да, по-моему, таких и не было раньше вообще. Сейчас вся больница только о вас и говорит. Ну так растём. Генетически развиваемся, Иван Натанович. Никогда не думал, что гомосексуализм развивается на генетическом уровне. Какой гомосексуализм? Ну, ваш, с Лобановым. Ведь вся больница говорит, что у вас чуть ли не свадьба скоро. Лобаныч! Почему вся больница говорит, что мы сладкие? Парочка светло-синих. Ты чё там Любина говорил? Чего я наговорил? Нормально я всё сказал. Как договорились, аккуратно намекнул. Как ты намекнул? Огромный, поняла? Как вспомню, так офигевает. Да ты просто идиот! А чё я-то? А кто? Теперь из-за тебя вся больница думает, что мы гомики. Отлично. Я гомик. Молодец! Слушай, я тебя когда первый раз увидел, тоже так подумал. Да пошёл ты, а! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Эх, Левин, Левин, не умеешь ты найти подход к пациенту? Андрей Евгеньевич, я долго обдумывал ваш поступок. Вы, вы... Вы мой кумир. О как! И ты, наверное, находишь от меня ребёнка. Извини, я сейчас занят. Ну, может, вечер. Я хочу стать таким же, как вы. Левин! Ты чего? Он герой. Кто герой? Быков герой. Быков — это... Это гений. Он такой самоотверженный. Ты не представляешь, что он сделал ради пациента. Он самый лучший врач в мире. А что он сделал? Я не могу этого сказать, но это... Это... Это очень круто. Быков — суперврач. Я хочу стать таким же, как он. И я стану. Лобанов. Я не гомик. Поздравляю. Ты зачем Баландину повторные анализы назначил? Проверить. Зачем? Я же сказал его выписать. А, блин! Выписать! Андрей Евгеньевич, а мне показалось анализы проверить. Ну, сейчас выпишу. Отставить? Я не знаю, чем ты руководствовался, Лобанов. Логику я исключаю сразу. Но на этот раз твоя тупость помогла пациенту. Сомнительные у него анализы-то. Да? Да. Ну, я так и думал. Вижу, врешь. Но сейчас это не важно. Оставляем его в больнице. Продолжаешь лечение. Завтра посмотрим динамику. Значит, остается Баландин? Остается, да. Андрей Евгеньевич, займитесь ты еще. А зачем тебе? Это он Женя на подарок лянчит. Видать, сильно накосячил, Лобанов, да? Да нет. Просто... Я люблю ее. Ну, хорошо. Жена это святое. На, отдашь, когда будет. Да, Романенко, а ты, оказывается, специалист по мальчикам. А мы с тобой недавно переспали. Как это могло получиться? Слушай, а может, не было ничего, а? Глеб. Или подожди. Глебик. Да отстань ты. Ну да, да. Тот самый Романенко и есть. А ты-то новость номер один. Слушай дальше. Дальше еще интересней. Короче, переспал он сварит. Какая разница, когда. Ну и вот, переспал он сварит. И после нее на других баб вообще смотреть не может. Нет, ты представляешь, каким бревном надо быть в постели, чтобы от тебя мужик другому мужику лежал. Ну и вот, теперь он с одним женатиком развлекается. У того баба, видимо, тоже бревно. Вот такая Варя. Ей мужиков вообще опасно подпускать. Она их всех гомиками делает. Это еще мягко сказано. Ох, Варя, Варя, что же ты с мужиками-то делаешь? Зачем же ты их в яму голубую кидаешь? Романенко, хватит. Никого я никуда не кидаю. Ну, может, и не кидаешь, но зная Любу, теперь все будут думать, что кидаешь. Блин, что делать? Мое предложение до сих пор в силе. Я хоть сейчас могу доказать, что я не гей. А я тебе хоть сейчас могу доказать, что моя коленка твердая. Думай давай. Не могу я сейчас думать о твоих коленках. Да ладно, ладно. Сейчас что-нибудь придумаем. Андрей Евгеньевич, я хочу доказать вам, что вы ошибаетесь. Во мне есть стержень, и я готов дам... В общем, я тоже могу стать настоящим врачом. Таким же, как вы. Вот. Левин, не делай этого, Левин. Не, фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу. Ну что, Андрей Евгеньевич, я могу стать настоящим врачом. Теперь, Левин, я верю, что ты можешь стать настоящим врачом. Я бы никогда от тебя такого не ожидал. Я в шоке. А стержень? А стержень во мне есть, Андрей Евгеньевич? Да, Левин. И стержень тебе есть. Есть тебе стержень. Покруче, мы его стержнем будем. Стержень. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Вот такая молодёжь у нас в отделении. Вот до чего докатились. Извиняюсь. Не останавливайся, я хочу тебя. Варя, ты меня так заводишь, потрясающая женщина. Вот всё, что я тебе только что говорила, ты забудь. Нормальные они оказались. Да, совсем нормальные. Так сейчас целовались, чуть зубы друг другу не выдумали. Нормальные гонители подойдут. Да. Ещё. Ещё. Себе. Двадцать одно. Твою мать! Кузьмин! Кузьмин! Кузьмин, займи денег! Нет, доктор. Извините, но больше не займу. Ты как разговариваешь с доктором Кузьмин? Кузьмин! Возьми телефон. Уже встречены. Кузьмин, купи телефон! Да отстань! Мери! Подумай. Давай. А от чего ты, собственно, не работаешь? Да не подчиняются мне лифтеры. Они вообще никому не подчиняются. У них мост лифт и инструкция. Тогда встань у них над душой и разговаривай с ним до тех пор, пока у них из ушей кровь не пойдёт. Андрей Евгеньевич, ну как вообще разговариваешься с главврачом? Ого! Таким противным голосом по десять минут каждые полчаса и уверен к обеду лифт поправится. Лёбонька, у тебя что, сегодня день рождения? Ну-ка, давай быстренько глотай этот свой позор и ко мне в кабинет. Отметим по-взрослому. Это не день рождения. Это годовщина. Ровно год, как от меня мужик ушёл. Соответственно, ровно год, как у меня мужика-то и не было. Ну извини, не знал. Прими соболезновую. Натаныч, а как насчёт по-взрослому в кабинете? Понимаешь, с учётом новых обстоятельств оставаться с тобой наедине в одном кабинете, ну ты понимаешь, опасно. Трус. Зато живой. Если кто-нибудь скажет доброе утро, я его убью. Ты слышал, что жвачку придумали? Послушайте, Андрей Евгеньевич, не могли бы вы дать мне какого-нибудь своего талантливого криворука? Я бы его на приём посадил, а сам бы спать пошёл. Ой, можно мне тоже? Можно тупого, но с руками. У меня сегодня перевязочный день, а больных как дураков на митинге. А чё бы, нет? Отлично. Тебе одного и тебе одного. У меня даже настроение улучшилось. Так, доктор Ленин, как ты относишься к своему женщинам, наделённым маленькой, но безраздельной властью? С уважением, я Левин. Ничего, Ленин их тоже уважал, на одной даже женился. Поэтому вы идёте к старшей медсестре, у неё сегодня перевязочный день. Поможете ей с манипуляциями. Андрей Евгеньевич, но я врач, а не медсестра. Как-никак шесть лет отучился в медицинском. Левин, ты безмозглая инфузория, раздутая самомнением, безрукий эмбрион с красным дипломом. Давай руки в ноги и помчался впитывать бесценный опыт Любови Михайловны. Лобанов идёт к Купитману. Чё сразу к Купитману? Хороший вопрос. Купитман обязательно тебе его задаст. Чё стоишь? Хорошо, скажу на понятном тебе языке. Шевели пирогами. А вы, голуби мои, спускаетесь вниз в родильное отделение, где вас ждёт роженица, которой вам необходимо осмотреть, опросить, установить срок и доложить мне. Всё, гулия, полетели. Господи, сам его дрыща прислал ведь. Перевязки делать умеешь? Теоретически, да. У меня высшее медицинское образование, красный диплом, Левин Борис Аркадьевич. Приступай, теоретик, практики. И без иронии, Любовь Михайловна. Эй, парень! Ты чё это? Такой впечатлительный, что ли? Ты чё, ты крови боишься? Не-не, я просто не выспался. А крови-то ты боишься? Ничего я не боюсь. На кого-то. Похрепни. Грамм тридцать, для храбрости. Я не пью. Это вредно для головного мозга. Вредно для головного мозга в обморок падать. Да головой о кафельный пол. Пей. Вот. Какое-то странное ощущение. А у меня-то какое? Ещё-ещё не сделал. А я тебя уже пою. Ну, приступай. Действуй! Не боюсь! Ещё бы! Это ж чистый спирт! Итак, вы сегодня венеролог, Лобанов. Это такой врач, к которому с девяти до двенадцати приходят разные грустные дяденьки и тётеньки. Он смотрит в их печальные места и сообщает соответствующие новости. Что вы так морщитесь, Лобанов? Да не нравится мне у вас всё это венерическое? Фу! Венерическое означает Венера и неспосланная, Лобанов. Венера богиня любви, а больные наши от этой любви пострадавшие. Получается, что мы с вами чуть ли не жрецы. Жрецы Венеры и Асклепия. Ну, а теперь-то вам что не нравится? Это не нравится мне у вас всё это венерическое? Фу! Да, собеседник вы слабый, Лобанов, поэтому ближе к делу. Сейчас осмотрите новых больных, потом стационарных. Идите с Богом. Глеб, нам нужно её опросить и осмотреть, правильно? Значит, я опрошу, а ты осмотришь. Ну уж нет, я туда беременной тётки лезть не собираюсь. Вот опросить опрошу. Скажите, а я вам не мешаю? Вы что, не видите? У нас здесь консилиум. Варвара Николаевна, если вы не научитесь уступать мужчинам, вы никогда не окажетесь на её месте. Так что не спорьте со мной. Я опрашиваю, а вы осматриваете. Романенко, это нечестно! А это мы сейчас узнаем. Скажите, пожалуйста, вам как удобнее, чтобы я вас расспрашивал или разглядывал? Не знаю, я вообще в туалет хочу. Как часто? Ну чего стоишь, давай осматривай уже. Так на чём мы остановились? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте. Сюда вообще-то посторонний вход запрещен. А я вообще-то главврач этой больницы. Вы не лучше скажите, когда вы лифт пустите? Сейчас всё проверим, протестируем, убедимся в исправности. И пустим. А это не так сложно, как показалось в начале. Ну, раз не так сложно, значит, дальше без меня. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Следующий! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Садись, садись ближе к голове, родная моя. Расскажи мне сказку, пожалуйста. Пожалуйста. Идри, смотри. Слышишь? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Всё, 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 помощище. Давай, сворачивайся. Ну-ка, пошли-ка. Пошли со мной. Тут вообще работать можно. Дети письки, одни письки. Целый день письки, письки, гонококки, Реакция Вассермана, спирохеты, трепанемы. О, Николаев, что тут у нас? Ну, все нормально, все чистенько, я вас поздравляю. Серьезно? Да. Огромное вам спасибо, доктор. Да нет, за что, вы что? Это вам. Так, Николаев, коньячок. Нет, вот первый раз за день что-то приятное в руках держу. Счастливо, Николаев, до новых встреч. Скажите, а у вас сестра такая же симпатичная, как вы? Да. А сколько ей лет? Восемнадцать, а что? Это очень хорошо. Это значит, что она вступила в репродуктивный возраст, и с ней бы пора уже провести общую образовательную беседу. Возможно, в неформальной обстановке. Ой, да ну вас. Романенко, при чем здесь сестра? Ты спросил, бывают ли у нее отеки, тошнота? И вообще, перестань ее смешить, у меня вам все трясется. Товарищ фотограф, занимайтесь аппаратом, пожалуйста. Какой аппарат ты, а что он? Вы правда отсюда очень на фотографа похожи. Все, Романенко, мне надоело. Меняемся. Ты закончишь осмотр, а я закончу опрос. Точнее, начну. Варя, успокойся уже, пожалуйста. Занимайся делом. Ой, а что там у меня? Воды, отошли, Глеб, у нее воды, отошли. Что делать? Что делать, что делать? Бежать! Куда бежать? Ты же врач! Вы врач! Да вы что, с ума сошли? Я говорю, бежать в отделение, все вместе надо. Двери открываются. А теперь закрываются. Слушай, странно, я же ничего не нашел. Так он же не работает. Кабина пустая, а прибор показывает, будто рояль перевозят. Да, Иван Натанович, зря я с утра ругал ваше отделение. Вот смотрите, чем меня одарил больной за то, что он здоровый. А, коньяк французский. Это хороший коньяк. Очень хороший коньяк. Добро пожаловать домой, мистер. А что это вы его туда ставите? Это же мой коньяк. Это не коньяк, Лобанов. Это произведение искусства. А вас к искусству близко подпускать нельзя. Как же, ну, он же мой. Я же работал. Работали вы в моем отделении. Следовательно, я должен получить откат. А откат мой сто процентов. Тормози. Слушайте, по-моему, мы застряли. Помогите! Мы застряли в лифте! Успокойтесь, дышите. Ничего страшного, мы всего лишь застряли в лифте. Ой, кажется, у меня начались схватки. Помогите, у нас начались схватки! Привет. Я же тебя перебинтовывал, как рука. Ммм? Маммаром. Кита, встань. Че выперся? Давай обратно, не позорься. Так я это, это, чуть-чуть спиртику сейчас выпью. Ммм, как курочек-то. Тебя сейчас Быков увидит, ну тебе голову оторвет. Быков? Ты безмозглый, инфузория раздутой самомнением, безрукий бреон с красным дипломом. Взял руки в ноги и повчался. Битва безданный опыт в любови Михайлов. Быков? Инфузория, значит, безрукая? А где он? Где он, а? А где Быков-то? Быков, это, я хочу с ним поговорить. Разошелся, че тебе с тобой разговаривать-то? Нет, я ему все скажу. Он не имеет права так со мной обращаться. Быков! Иди спать, ложись. Я не хочу спать, слышишь? Я хочу разговаривать. Ты че, это, в первый раз, что ли, напился? Я не напился. И зачем вам коньяк за шесть тысяч? За сколько? Вот видите, вы даже этого не знали. И чтоб вы не чувствовали себя обделенным, Вот вам коньяк с чудесным названием «Коньяк». Коньяк? Коньяк? Что-то настроение у меня поднялось. Может быть, пойти поесть? Хотите со мной? Нет, спасибо. Ну, смотрите. Сука. Помогите! Все на ус? А что вы там делаете? Андрей Евгеньевич, у нас тут женщины рожают! То есть? А как вы там? Давно рожают? Минут десять. У нее уже схватки начались. Андрей Евгеньевич, я не хочу это видеть. Вытащите нас, пожалуйста, отсюда. Может, вы его уже пустите? Слушайте, доктор. Лифт-прибор сложный. Это вам не клизма. Значит так, дети мои. Главное, не паникуйте. Вы же там не паникуете. Едем вверх. Варя! Во время роута... Эй, вы куда? Подшипники скрипят. Роторы скрипят. Вы не волнуйтесь, слышите? Какое главное, не волнуйтесь. Вам нельзя волноваться. Вам нужно успокоиться и не паниковать. Да помолчите вы. Я молчу. Только вы, главное, не волнуйте. Ей руку пустите. Больно. Что? Да руку ей отпусти. Ей больно. Вы здесь? Здесь. Где же еще? Что делать? Андрей Евгеньевич. Романецко, постоянно засекает. Меньше интервала между схватками. Зачем? Делай, дурак, что я говорю. Едем вниз. Чем меньше интервала между схватками. Что же это такое? Успокойтесь. Ну, купит, манна. Сам пей коньяк, коньяк. Шесть тысяч. Так я тебе его и отдал. Вот это справедливо. НТА он опал. Откат у нее сто процентов. Ты же что захотел. Андрей Евгеньевич, да она все равно орет. Что делать-то? Дышать. Да как дышать? Часто дышать. Пусть часто дышит. Ты что не часто? Да не временно, не глухая. Еще чаще. Снимаем ограничитель скорости. И не воруйтесь. У вас все вагон времени, пока не начались потухи. Едем вверх. Начинается. Кто что видел? Никто ничего не видел. Кто что видел? Ничего не видел. За на уху! Конечно, завтра с девяти до двенадцати подъезжайте. Сделаем. Нужно примерно неделю. Я вас жду. Всего хорошего. Эх, Лобанов, Лобанов. Лобанов, у вас есть одна идиотская привычка. Лобанов, вы судите о людях по себе. Вы никак не можете понять, что находитесь в месте, где все люди значительно умнее вас. Я не разрешал вам садиться. Где коньяк? В ординаторской. Что сказать надо? Сейчас принесу. Извините, сейчас принесу. Извиняться в нашем мире очень важно, Лобанов. Идите. Гомоненко, я здесь. Гомоненко, во время отуг ее нужно посадить. Какие нафиг потуги? У нас уже голова торчит. Моделируем аварийную ситуацию. Давай имитирую обрыв троса. Гомоненко, на сколько показалась головка? По-моему, сантиметра на четыре. Теперь все хорошо. Пусть продолжает дышать. Тогда головка появится полностью. Караву. Ну вот, ловители сработали. Теперь должны автоматически открыться двери. Так, спокойно, все хорошо. Ромоненко ничего не трогает руками. Теперь все в порядке. Хозяйка, за такую работу неплохо было бы и отблагодарить. Сейчас. Доставай свою. Подумаешь, заведующее отделение. Самодур! Левин, ты что сделал? Это ты? А я думал, это Быков нарисовался. Это напыщенный индюк. Ты зачем коньяк выпил? Спокойней, Сеня. Я видел, там ценник есть. Вот, денежку приготовил. Триста рублей. Да. Кстати, очень вкусный коньяк. Будешь? Ты, Олег Левин! О, мы какие! А я выпью! Ну, что я вам могу сказать, Лобанов? Вы только что обманули своего преподавателя на шесть тысяч рублей. Понимаете, о чем речь? Ну, что я вам теперь шесть тысяч должен? Я венеролог. Деньги у меня есть. Это означает, что теперь вы должны исполнить шесть тысяч моих желаний. Понятно. Что нужно делать? Все. Быков! Быков! Ты чего орешь? Ясталыч, ты где бутылку-то взял? О, господи! Сейчас нас Быков увидит. Обоих поубивают. Кто? Он меня? Да я сам его! Где он? Быков! Тихо ты! Так, скажу, что ватками обнюхался, а я и тебя в ординаторскую положила. Я ему все выскажу. Он передо мной извиняться будет. А если еще раз меня Лениным назовет, я ему вмажу. Потому что я мужик! Я мужик, слышишь? Быков! Тихо, тихо, мужик, мужик. Мужик, ты мужик. Господи, как же мужик мне тебя утихонирить-то? Ровно год назад от меня мужик и ушел. Отойди, женщина! Ну, я даже не знаю, что сказать. Ну, и кто мне скажет, когда вы ошиблись? Когда роженицу в лифт закатили. Нет, когда документы в медицинский подавали. Все, валите домой, чтобы я вас сегодня не видел. Это все ты виноват. Слушай, да ладно тебе. Все же хорошо закончилось. Зато у нас есть теперь общий ребенок. Здорово. А это мальчик или девочка? Понятия не имею. Я вообще старался в ту сторону смотреть. Давай, пока. Пока. Я мужик. А я дура. Почему? Покачин. Ну, вставай. Мужик. Только вы, Любовь Михайловна, отвернитесь. Будьте добры. Мужик. Продолжение следует... Спасибо, доктор. Продолжение следует... Романенко, а хочешь секрет расскажу? У меня вчера был секс. Я надеюсь, с человеком? С женщиной. Прямо здесь, в больнице. Боря, врать нехорошо. Я тебе клянусь. А мы точно о сексе говорим? Или, может, ты в лифте задел девушку, какую плечом, а потом сам себе дофантазировал? Нет, это было полноценное соитие. Хорошо, а с кем? Не скажу. Ну, я понял, у тебя комплекс неполноценности, потому что ты до сих пор девственник. В то время, когда уже все мальчики давно уже не мальчики, поэтому ты и придумаешь себе разнообразные соития. Я не девственник. Привет, мальчики. Привет, Варь. Представляешь, Левин вчера сексом в больнице занимался. Глеб, ну что за манера придумывать про людей всякие гадости? Извинись немедленно. Левин, прости, как я мог про тебя такое сказать? Не знаю, что на меня нашло. Боря, а ты не давай себя в обиду. Ну, будь мужчиной. А я и так мужчина. Такой смешной. Варь, хорошо выглядишь. Может быть, вечером куда-нибудь. Отстань, а. А у меня вчера был секс. Левин, милый, послушай, я понимаю, что тебе хочется в мужской клуб. Ну, ты пойми, нельзя просто прийти и сказать, что у меня вчера был секс. Нужны какие-то доказательства. Какие доказательства? Не знаю, царапины, засосы, фотографии или трофеи какие-то. Какие трофеи? Ну, трусики, бюстгальтер. Что за глупость? Почему я вообще тебе должен что-то рассказывать? Здорово, пацаны. Привет. Здорово. Семен, представляешь, у Левина вчера в больнице был секс. Борис Аркадьевич, секс? Смешно. Доказательства, Левин, доказательства. Здравствуйте, Андрей Евгеньевич. Так, давай только коротко, что у тебя? Кондиционеры. Сколько? В каждую палату? Нет, столько нет. А сколько есть? Нисколько. Слушай, ты сама говорила, если я возьму интернов, мол, ты все для меня сделаешь, и я буду как сыр в масле кататься. Я тебя за язык не тянул. Где мое масло, я хочу в нем кататься. Быков, миленький, ну нет у меня сейчас кондиционеров, нет. Вот в декабре обещают. Настя, включи логику. Нахрена мне в декабре кондиционеры? В декабре обогреватели нужны. Так, все, разговор окончен. Ладно. Давайте, вот туда, в холодок. Это что еще за... Это кто? Это Николай Семенович. У него язвенный колит. Прошу любить и жаловать. Какой еще Николай Семенович? Быков, ты что делаешь? Не надо нервничать. У Николая Семеновича вчера была операция. У него давление скачет. А в палате жарко. А здесь хорошо и прохладно. Прошу прощения. Николай Семенович, не надо извиняться. Здесь радоваться надо. Ведь заработал кишечник. И как врач вам говорил, сдерживаться не надо. Это очень вредно. Хорошо. Прошу прощения. Ты, Быков, ты что с ума сошла? Я здесь работаю. Ну вот, хорошо. Будете теперь работать вдвоем. Ты и кишечник Николая Семеновича. Настя, ну вот что мне делать? У меня в палатах душно, проветривать нельзя, пациенты простудятся. А кондиционеров у нас нет. Вот были бы, но нет, так нет. Извините, пожалуйста. Ничего страшного. Любовь Михайловна. Ой. Здравствуйте. Привет. Я к вам с просьбой. Я ж только за. Спасибо. Скорее всего, вам эта просьба покажется несколько вычурной, с какой-то стороны даже немного экстравагантной. Как меня заводят в интеллигентский бугнёж. Вы, конечно, можете отказаться. Даже, скорее всего, так и будет. Но я вас прошу отнестись с пониманием. Мне нужны ваши... Левин. Да нет. Такое Романенко показывать нельзя. Ну так что? Ты говори. Ваши... Истории болезней. Да. До свидания. Ой. Андрей Евгеньевич! А за что вы меня так ненавидите? Варя, это долгий разговор. Давай по делу. Зачем вы за мной Гордеева закрепили? Он же не хочет, чтобы его женщина лечила. А вы мне его специально дали. Нет, Варь, не специально. Хотя нет, специально. Кого я обманываю? Иди в палату. Он же меня выгонит. Ну если он тебя выгонит, значит и я тебя выгоню. И моя мечта осуществится. Вперед, доктор Черноуз. Что за сопли? Куда катишь, Лаванов? Вот, больной, вступил. Здорово. Здорово. Как ночь прошла? Да как обычно, хреново, достали все. Не спал? Не, а еще этот придурок он, посмотри. Говорит, положи мне в больницу с чем угодно. Любой диагноз. Для жены ему альби нужно. Два дня пробухал, деньги предлагал. Видать, небольшие. Раз в коридоре до сих пор сидит. Да говорит, стыдно не то, что брать. Больной, значит. Ну, всяко нездорово. Я его из приемного отделения забрал. Ну и с чем же он поступил? Инфаркт. О как! Круто. Сам диагноз ставил? Сам, сам. Ну что ж, раз такая тяжелая ситуация, клади его немедленно. Я скоро подойду, проверю диагноз. Че, спалились? Бесы, спокойно. Лобанов зря деньги не берет. Главное, запомни эти симптомы. Ломит в груди, отдает в руку. Ага. Может, еще что-нибудь? Нет, нет, нет. Ну, главное, не перемудрить. А я тебе, сестричка, прямо скажу. Баба врачом работать не может. Медсестрой, санитаркой, кем угодно, но врачом никогда. Ведь дня одна врачиха в госпитале так залечилась, что я аж к вам угодил. Что баба может понимать в медицине? Не знаю. Понятно, что не знаешь. Где мой врач? Как его фамилия? Черноус. Слава богу, мужик. Когда он придет, этот твой Черноус? Не знаю. Он сейчас занят. У него операция на сердце. Хирург? Хороший хоть доктор-то? Ну да, хороший. Он такой профессиональный, воспитанный, умный, красивый. Отставить красивый. Мне это не важно, лишь бы лечил хорошо. Он вас хорошо вылечит, очень хорошо. Честное слово, он уже с вашей историей болезни ознакомился и даже диагноз вам поставил. Калькулезный холецистит. Вот дают, он же меня даже не видел. Выдающийся специалист. Я вас сейчас осмотрю, а потом пойду к нему в операционный, и он назначит вам лечение. Прям с операцией? Железный мужик. Про него все так говорят. Здравствуйте. Здрасте. Добрый день. Здравствуйте. Здрасте. Вот, здравствуйте. Встаньте, пожалуйста. Так, хорошо, повернитесь. Так, то, что надо. Как ваша фамилия? Куракина. Отлично. У меня гастрит. А, хорошо. Любовь Михайловна, где хранятся личные вещи больной Куракиной? В сестринской, в шкафчике. А тебе зачем? Это врачебный вопрос. Круто. Да, я вру. Но я же не преувеличиваю, а наоборот преуменьшаю. Здесь больно? Да. Здесь больно? Нет. Здесь больно? Да. Здесь болит? Неопределенно. Ага. Опишите характер боли. Ну, болит в левой части и в руку отдает. А, боль острая или тупая? Острая. Острая? Нет, тупая. Тупая? Ну, такая, знаете, средней тупости. Что скажешь, Лобанов? По-моему, все очевидно. Ишемическая болезнь сердца, инфаркт миокарда, показана обязательная госпитализация. Молодец, Лобанов. Правда? Правда. Абсолютно верный диагноз поставил. Вот прям сходу раз и в точку. Ну, так глаз алмаз. Ну, на глаз полагаться не будем. Сделаем ЭКГ. ЭКГ? Обязательный ЭКГ, чтобы подтвердить твой диагноз. ЭКГ. Ладно, сделаем. Что, спалились? Так, не писаться мне тут преждевременно. Лобанов сказал, Лобанов сделает. Прошу прощения. Извините, не подскажете артиллерийское орудие, семь букв, последняя, мортира или гаубица? Как вас? Николай Семенович, Николай Семенович, у меня сейчас очень важный разговор будет с Минздравом. Вы не могли бы на время остановить вашу артиллерийскую подготовку, хорошо? Конечно, конечно, я понимаю. Я постараюсь. Добрый день, Вячеслав Михайлович. Да, это Анастасия Константиновна. Да, Кисигач. Я звоню по поводу нового рентгенаппарата. Нет, я понимаю, что 17-й Гурмалицы тоже хочет, но, Вячеслав Михайлович, у нас с вами такое взаимопонимание. Прошу прощения. Нет, это не у меня. Это, наверное, помехи на линии. Прошу прощения. Извините, пожалуйста, я вам позже перезвоню. Спасибо. Прошу прощения. После укола может немножко подняться температура. Ты-то не рассуждай. Врач назначил ему виднее. А то три недели меня врачиха в госпитале мурыжила. А толку ноль. Спрашивается, почему? Потому что баба врачом быть не может. Правильно. Вот Черноус это врач, потому что мужик. Ну, веди дочка меня к нему знакомиться будет. С кем? С Черноусом. Как его имя, отчество? Валентин Николаевич. Только к нему нельзя. Я ему только руку пожму и все. Должен же я познакомиться с своим врачом. Веди. Нет. К нему нельзя. Я лучше его попрошу, и он сам к вам придет. Вот. Вот. Пожалуйста. Что это? Трофей. Доказательство, так сказать. Ну что, теперь поверил? Левин, у меня только один вопрос. Это случайно не твои? Нет, это случайно не мои. Тихо, 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 верю. Мужик. Слушай, Левин, а кто она? Ну, настоящий джентльмен оставит имя своей дамы в секрете. Настоящий джентльмен трусы своей дамы никому показывать не будет. Ну, ты хоть намекни, она из больных? Нет, она из здоровых. Значит, медсестра. А что сразу медсестра-то? Значит, сейчас какая-то медсестра ходит по больнице без трусов. Ммм, волнительно. Привет, Люба, как дела? Привет, пока не родила. Когда рожу, скажу. Чё тебе надо? У нас есть больные с инфарктами? Полотделение. А кто конкретно? Ну, Хабибуллин, например. Хабибуллин. Дай-ка мне его историю болезни. Ты чё, жучара, делаешь? Спокойно, мать. Спокойно. Ну, куда ему? Три метра ЭКГ. Перебьётся. В общем, зайдёшь и скажешь «Здравствуйте, я доктор Черноусь». Так, а он что? Ну, он будет жать тебе руку, говори, что ты мужик, что ты молодец, что все бабы... В общем, ты его немного послушаешь, а потом скажешь «Извините, у меня операция» и уйдёшь. Так, ладно. А что мне за это будет? Я так и знала. Хорошо, высказывай свои грязные пожелания. Секс? Нет. Ладно, я не мог не попытаться. Тогда кино. Кино? Ну да, я побуду за тебя доктором Черноусь, а ты сходишь со мной в кино. Хорошо, я согласна. Ну, кино про секс. Тут такая ситуация. Просто безобразие какое-то. У меня вещи пропали. Какие вещи? Какие вещи? Мои вещи. Я начала собираться. А трусиков нет. Ну, я-то явно последняя, на кого можно было подумать, да? Ну, между прочим, ничего смешного. Это мои любимые, да и вообще они полторы тысячи стоят, мне их муж подарил. Какая разница? Это мои вещи, я хочу их вернуть. Ну, не беспокойтесь. У нас так просто вещи не пропадают. Найдём. Как ваша фамилия? Куракина. 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 А где хранятся личные вещи больной Куракиной? Разберёмся. Ой! Ой! Что такое? Ой, что-то плохо мне. Жарко, грудь давит. Что-то напортачил твой доктор. Что он мне такое прописал? Здравствуйте, здравствуйте. Я доктор Черноуз. Что ты мне назначил, гад? Так, а что я ему назначил? Вера Шпирон. Вера Шпирон? А почему заплохела мне? А почему ему заплохела? Так бывает, реакционный препарат. Ну, так бывает, это реакционный препарат. Что-то у тебя каждый день такая реакция была. Давай, делай что-нибудь, лечи. Так, ну, надо... Антигистаминные. Антигистаминные. Капельницу с пятипроцентной глюкозой. Так, сестра, запишите все, что я сказал, чтобы не забыть. А я, пожалуй, пойду, у меня операция. Это вот... Это вот мой врач. Один из лучших. Ну, что ты, как пятилетний ребенок. Если не помогает, увеличь дозу в два раза. Не только водки, еще и перца. Что значит боишься? Иннокентий, в конце концов, ты летчик-космонавт, хоть и резервист. Все, давай. Сделал ЛКГ. Вот. А как же? В пылу, в жару, как говорится. О-о-о-о, что ты здесь видишь? Инфаркт. И все? Здесь, как минимум, четыре инфаркта. Дистрофические изменения миокарда. Кардиомиопатия. Это сердце восьмидесятилетнего старика. Я вообще удивляюсь, как он жив. Немедленно возвращайся к нему. Немедленно. Галя, душа моя, сделай мне, пожалуйста, шприц с водой. С водой? Ну да, там такая простая болезнь. Все нормально идет, все хорошо. Сейчас он придет. Ну что, живой? Живой. Это поправимо. Я был так поражен твоей научной компетентностью, Лобанов. Я для тебя взял дегоксин. Сердечный гликозит. Ага. Сильно действующее, редкое, дорогостоящее лекарство. Которое, вне всяких сомнений, вернет твоего пациента к жизни. Вот угадай, что будет, если вколоть его здоровому человеку? Что будет? Очень плохо будет. Вплоть до остановки сердца. Но мы же с тобой не дураки. Мы же подстраховались. ЭКГ сделали. Диагноз подтвердили. Ну так кали. Что такое, Лобанов? Может не надо? Ты не хочешь колоть лекарства? Ты хочешь, чтобы он умер? Ну почему, Лобанов? Почему? Давай. Я сам поставлю. Ставить? Вы что, хотите умереть? Ну, я врач. Я не могу позволить вам умереть. Стойте, Андрей Евгеньевич, стойте! Не надо ему ничего оставить, он же здоровый! Ну, наконец-то, Лобанов. Долго же ты продержался. Деньги отдай. Пошел вон. Скажите мне, доктор Лобанов, где вы сегодня проведете вечер? На дежурстве. А завтра? И завтра? Левин! Я так больше не могу. Ответь мне, что за леди Инред? Не скажу. И вообще, хватит уже. Ты скучный и скрытный человек. Я тебя умоляю, скажи мне, кто она? Так, Левин, быстро мне объясни, зачем ты украл у больной Куракиной трусики из ее шкафчика? Че ты вылупился? Дай сюда, извращенец! Левин! Молодец! Я так понимаю, вы здесь старший. Так вот, докладываю. Доктор Черноус ваш, извините за выражение, не доктор, а полное фуфло. Не удивлен. Чуть на тот свет меня и не отправил. А вот Варя, молодец, целый день за мной ухаживала, лечила, как за родным ходила. А вот теперь удивлен. Значит, получается, что доктор Черноус плохой, а Варя хорошая. Так точно. Забавная ситуация. Можно тебя на секундочку? Подведем итоги. Раз пациент доволен и Варя молодец, то она может идти домой. А плохой доктор Черноус остается на ночное дежурство. Ты уж сама решай, кто ты, Варя или доктор. Это что? Кондиционер. Как просил. Так я не сюда просил, я в палаты. Давай сегодня сюда, а в палаты завтра. Ты же сегодня ночью дежуришь. Ну да. Ну вот и отлично. Закатывайте. Закатывайте. Прошу прощения. Ну что, вот сейчас вообще ничего страшного. Извините, пожалуйста. Я перезаряжусь. Это свободовцы. Где кровосос? Вот. Вот. Ёлки, у меня кончились патроны. Перезаряжусь. 93. Фу. Привет! Вау! Какой ты! Ой! Усольцев, на стол обжми! Усольцев, на стол! Лобанов, ты зачем костюм украл? Я не крал, это мой. Да реально мой, 4 800 стоит. Стоил, на 2005. А что за повод? Да есть повод, ребята, есть. У меня друг с работы, женится. Блин, переспал по пьяни с медсестрой. Ей 40 лет, ему еще 25 нету. И главное, никак не отмажешься. А как тут отмажется на шестом месяце беременности? Ну и все, сегодня в 3 выкуп. Нет. Нет. Согласна ли ты, любезная любовь, Михайловна, взять себе в мужья? Да, это грохита с мозгами. Да. Согласен ли ты, безвольный коммункул, взять себе в жены плестательную любовь Михайловну? Нет! 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 Нет так нет, ты чего орешь? У других займу. Глеб, дай денег. Букет надо купить. Не могу, Семен. Вчера всю наличность потратил на Варвару Николаевну, приобщив ее к волшебному миру кино и накормив поп-корном. Если б я знал, как все закончится... Нормально все закончилось. Ну пойдем, Варя? Ну читай, просто отдали ее. Ведьмы и упыри, шабаш на посту, кто последний, тот выносит утки. Друзья, блин. Ну что, мне вместо бумажек гранатами вас кидать? Ко мне идите мои, ко мне. Иначе больные сами выздоровеют. Лобанов, почему ты такой торжественный? На поминки еще рано. Твой пациент, несмотря ни на что, может все-таки выздороветь. Нет, я просто собрал... Не пытайся сложить слова в предложение. Не твое это, Лобанов. Не твое. Работать. А мы с вами пойдем в бар и накидаемся текилы. Что? Послышалось. Послышалось. Вперед, по палатам. А-а-а! Так из всех самых скудоумных ты оказался еще и самый медлительный. И поэтому у тебя ждет тяжелая жизнь и белые лебеди, то бишь утки. Палата интенсивной терапии, пациент Южаков, после операции, под наркозом, гарантированно обеспечит тебе каждые двадцать минут работу. Андрей Евгеньевич, моя обязанность – лечить людей, а не выполнять функции младшего медперсонала. И эти ваши конкурсы мне надоели. Хотя, конечно, какой-то смысл в них есть. Мне нравится. Я пошел. А-а-а, чего-то он подозрительно быстро согласился. А я такую речь оскорбительную для него придумал. Ну ладно, в другой раз. А-а-а, Варя, я что-то не расслышал в ординаторской. Ты вроде сказала, что мы вчера офигенно сходили в кино, ты получила массу впечатлений, и я теперь твой кумир? Нет, я сказала, что мы обычно сходили в кино, ничего особенного. Ничего особенного? Да. Слушай, как-то странно получается, ты же вроде ничего не пила. Или тебе так от попкорна память отшибло? Ну так я тебе напомню. Ну что, вспомнила этот трогательный фильм? Уж я-то его точно не забуду. Романенко, может, хватит уже? Это произошло случайно. Тем более, что я извинилась. Так что проехали. Проехали? Мы еще только тронулись. Оля, какой кризис? Ты водкой торгуешь в России. Ты в кризис вообще процветать должен. Короче, до пятницы. Жду тебя и свои деньги. Деньги обязательно ты нет. Все, давай. Что вы хотели? Как что? Здравствуйте. Я ваш лечащий врач. Я вас буду лечить. На что жалуетесь? Слушай, врач. Не поверишь. Третий день, как у пятнадцатилетнего пацана. А медсестры у вас тут какие-то несговорчивые. Ни ласка им не нужна, ни деньги. Понимаешь? Понимаю. Помочь можешь? Чем? Не понимаешь. Женщину сюда можешь организовать? Какую женщину? В платную. В платную палату платную женщину. Проститутку что ли? Браво. Полдела сделали. Можешь? Да вы с ума сошли. Это больница. А я врач. Так, и не надо мне деньги совать. Никого я сюда водить не собираюсь. Меня же уволят. Не надо, пожалуйста. Ну, как хотите. Подождите. Ладно, я попробую. И согласился я не из-за денег. А из-за того, что врач должен помогать пациенту. Это же больница. Любушка, понимаешь, то, что между нами произошло той ночью дважды, это все неправильно. Нет, мне, конечно, все понравилось. Да это было просто супер. Да если бы я знал, что это так круто. Блин. Фигня какая-то. Если я так наговорю, то мы точно не расстанемся. Надо жестче. Можно я на вас еще потренируюсь? Спасибо. Так, раз-два. Начали. Любовь Михайловна, между нами все кончено. Мы расстаемся. И мы расстаемся. Надо как-то жестче. Женщина, я от тебя ухожу. Угу. Надо аргументировать. Я нашел себе другую. Сейчас пойду, так ей скажу. Спасибо вам большое, что помогли. Хоть бы она так же, как вы, промолчала. Ольга, все я помню. Ух, купил, да. Нормальный букет. Не заработал, Ольга, как ты думаешь? Все, мне жизнь надо спасать. Все, пока. Жена? Не твое дело. Девушка, а вы к кому? Почему без халаты? Андрей Евгеньевич, это не девушка. Это моя жена. Вот пришла посмотреть, как я здесь работаю. Знакомьтесь, Андрей Евгеньевич. Жена. Алиса. Очень приятно. Да, взаимно. А букет кому? Жене. Вот, купил, забыл подарить. Представляете, Аличка, это тебе родная. Пойдем скорее. Да, Лобанов, ты не перестаешь меня удивлять. Я смогу. Я это сделаю. Я мужик. Люба, можно тебя? Глент, подержи секундную, я сейчас. Че ты рожешь? Ой, Боря. Спасибо. Какие красивые. Какой ты милый. Люба, а ты все не так видела? Пост. Да, слушаю. Уже бегу. Люба, эти цветы они... Они великолепны. Олененок, ой. Там Нижаков из-под наркоза вышел. Я ему капельницу поменяю и быстро обратно. Ну ладно, после обеда с ней расстанусь. Левин, а давай у Купитмана мяч возьмем и во дворе футбол погоняем. Тебе же все равно делать нечего. У тебя всего лишь пациент из-под наркоза вышел. Да? Так мне это, в палату идти или что? Один. Два. Девять. Десять. Левин, я очень хочу тебя убить. И с каждой секундой мне все сложнее и сложнее себя сдерживать. Беги, Левин. Беги. Есть, кровняшка, подожди, пополтать надо. Только давай на расстояние, чтобы как вчера в кинотеатре не получилось. Романенко, может хватит уже? Я тебе сто раз говорила, что я случайно. Варя, случайно бывает в метро в час пик. А здесь я чувствую тщательно спланированную операцию под кодовым названием захват Романенко. Хотя не всего Романенко, но... Глеб, прекрати. А я понял. Я тебя раскусил. Ты знала, что делала. Ой. Романенко, ты больной, что ли? Нет, Варя. Я обманутый. Ты меня использовала и получила, что хотела. А я нет. Вот и я тоже хочу тебя случайно за что-нибудь выдающееся ухватить. Дебил! Почему дебил? По-моему, остроумно. Вот! Алиса! Ух! Ладно, ребяточки, вы тут того, так сказать, общаетесь. Ну, а я пойду. Подожди. Красавица, выйди-ка на минутку. Мне с доктором поговорить надо. Алисочка? Минуточку. И кровь на биохимию не забудьте. Здорово, Андрей Евгеньевич. Не могу не спросить у венеролога. Ты руки мыл? Да мыл, мыл. Здорово, Андрей Евгеньевич. Интересный экземпляр. Лицо знакомое. И такое ощущение, что не только лицо. Ты, главное, Лобанова об этом не скажи. Это его жена. Это что за крокодил? Что? Какой крокодил? Понял, объясню проще. Ты мне привел некрасивую девушку. Она там самая красивая была. Значит, плохо искал. Короче, это не подходит. Веди другую. Сейчас, побежал. Мы что, на рынке, что ли? Я эту еле приволок, чуть не попался. Берите эту. Выбирать он еще будет. Мы, между прочим, в больнице. То есть не приведет? Нет? Ясно. Тогда отдавай деньги обратно. Я кого-нибудь парастороп не найду. А вы бы сказали, может, у вас какие-нибудь есть капризы? Я не знаю. Толстые, худые, блондинки, брюнетки и рыжие. Жена? Точно? Супруга. Странный выбор. И не говори. Хочется и ей, и ему об этом сказать. Глазастые таяночки. Тупая, начитанная. Может быть, лилипутка нужна. Лесбиянки двух хотите? Вы определитесь. Я ж так до вечера могу бегать. Значит так, меняем правила. Сейчас вообще не опираешься на свой вкус и тупо приводишь самую дорогую. Понял? Да понял я, понял. Не тупей от паровоза. Вот, любимая, это мое отделение. Здрасте. Здрасте. Пойдем-ка я тебе лучше выход покажу. Лобана в букет. Забыл. Вот, это тебе, любимая моя жена. За ласку, за теплоту. Вспомнил я ее проституткой там. Да ладно. Она у меня на приеме была. Точно? Зеленые колготки, желтые туфли, февраль, слякоть. Она, точно она. Да, Лобанов-то походу не в курсе. Букеты ей дарят. Там был такой букет. Молчи, циник. Пульс у вас в пределах нормы. Как вы? Да нормально. Огнестрел, как огнестрел. Нет, в смысле, как вы себя чувствуете? Я тебе говорю, нормально все. Вот только бред мне какой-то снился. Будто мужик меня бросить хочет, прикинь. Типа у меня с ним что-то было дважды. А сейчас все, расстаемся. Вообще ничего не понял. Вы не переживайте, это реакция после наркоза. Причем он, падла, нудный ведь такой. Что-то бубнит, бубнит. Ля-ля-ля. Хинея какая-то. Кретин. Любой меня называл. Говорил, что у меня с ним был какой-то офигительный секс. Восхитительный. Че? Нет, нет, ничего. А что бы вы сказали на его месте, если бы хотели расстаться? Я да так бы и сказал. Мол, че, Южаков, все, ничего у нас с тобой не получится. Давай расстанемся, я тебя не люблю. Все. Че сопли-то размазывать? Правильно. Че сопли-то размазывать? Что? А, нет, ничего. Выздоравливайте. А. Спасибо. Что делаешь? Восстанавливаю справедливость. Больно, кстати. А ты что хотел? Ты меня облапал, я тебя ударила. Нормальный рефлекс. Подожди, подожди. Нормальный рефлекс? То есть ты считаешь, если бы вчера в кино… Рефлекс. Романенко, ты задрал уже. Че тебе от меня надо? Ты хотел меня потрогать, ты потрогал. Все? Нет. Я хотел тебя потрогать, а потом, как одна моя знакомая, сказать, что это случайно. Все, Романенко, это был первый и последний раз, когда мы ходили с тобой в кино. Да тут не про кино речь-то. Люба, разговор есть. Боря, ты прости меня. За что? Украли твой букет, Боречка. Ты представляешь? Если бы я знала, что у нас в больнице такие сволочи гонят, твари. Люб, это… Боря… Не переживай. Боря, спасибо тебе. Спасибо. Ты ведь спроси, чего ты хотел, да? Да неважно. Я потом как-нибудь… Может быть, сейчас момент не тот. Боря… 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 Эй-эй, вы так не договаривались. Да. Я должна видеть, куда ты меня катишь. Окей. Я тебя не на экскурсию привез, а на работу. Должна лежать и молчать. Чё, вас там не учили, что ли? Тогда доплата занята. Счёт заказчику подъявишь, я поставщику. А букетик мне? Сейчас. Тебе. Конечно, тебе. Я уже одной из вашей организации подарил. Так, здрасте, кстати говоря. Ой… Боря… Какое же это у меня чудо. В сестринскую отнесу. О, доктор, здравствуйте. Я слышал, вы тут рефлексами занимаетесь? А меня тут на днях одна истеричка ударила. Ну рефлекс у неё такой. Ногу на ногу положите. Вы не могли бы меня осмотреть, а потом я вас… Ну, чтоб в долгу не остаться. Другую ногу. Вот я смотрю на вас, доктор, и радуюсь прям, что у вас вчера-то в руках молоточка не оказалось. Доктор, извините, я не специально. У вас рефлексы повышены. Ты чё, охренел? что зашла здрасте здрасте кто тут у нас заскучал еще и у цирка подобрал я больше не побегу не надо это веселая подходит ну слава богу все давай не не каталку оставь может мы часть не придумаем так ребят только тихонечко да аккуратно разберемся иди 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 ну а я могу поверить в то что у лобанова жена проститутка ну что у проститутки муж лобанов бред что-то здесь не так лобановым всегда что-то не так ты уверен что он тебя не обманывает мысли в смысле что она ему жена может быть она не к нему на работу приходила а к себе на работу понимаешь чем я у лобанов молись что она оказалась твоей женой у какой там он палаты крутился у третий вид давай 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 привет как дела эй меня не предупреждали что трое будет доплачивайте то тебя за язык тянул сказал чтобы ты мне сестра и все час заведующий рычать будет а что мне на тебя рычать тагиев я такое богатое хулиганё обычно внутримышечно наказываю курсом витаминов и больно и полезно а вы мадмуазель долго еще будете меня раздражать своим нелегитимным присутствием каким брысь отсюда андрей евгеньевич позвольте я объясню мадам слово нелегитимный а я извините андрей евгеньевич такое больше не повторится конечно не повторится я больше к тебе этого дурака лобанова никогда не представлю а я я люба нам надо поговорить там ты молчи Ничего не говори. Я все понимаю. Ты самый лучший. Так еще меня никто никогда не добивался. А вот этот букет, он даже гораздо лучше, чем первый. Только мне иногда кажется, что ты немножечко торопишься. Но мне это даже нравится. Что тебе дома-то сидит, я не понимаю. Три часа еще до регистрации. А ты, я бы после работы тебя забрал, да поехали бы. Все, мне начинай, а. Если приехала, значит надо. А что, жена не может к мужу на работу приехать? Блин, может, может. Настя попросила меня с выкупом помочь. Так что давай мне цветы, я поеду первая. Настя эта твоя, блин. Сейчас принесу. Стоять, Лобанов. Неужели ты меня не познакомишь со своей прекрасной спутницей, и кто эта фея? Андрей Евгеньевич, это... Жена. Здравствуйте, меня зовут Оля. Жена? Меня посещает мощное дежавю. Это какая жена? Она дешевле или дороже предыдущей? А то вдруг мне на полчаса придется пожениться, а расценок-то не знаю. А я сейчас не поняла. Расцветуткам слова не давали. Ну что, сутенер, ты как, раскаешься или так непрощенным застрелишься? Семен, что он такое говорит? Кто это? А, Олечка, пойдем, я тебе все попозже объясню. Нет, ты объяснишь мне сейчас. Что это такое? Какая шумная проститутка. Я приезжаю к мужу на работу, а меня проституткой обзывают. А что, вы действительно жена? Нет, брат двоюродный. Конечно, жена, а кто же еще? Мои соболезнования, простите. Мадам, я тут недоразуменец такое вышел, но я уверен, что Семен все вам детально объяснит. Ох, непростой тебе день сегодня выпал, Лобанов. Тебе же придется все равно ко мне в кабинет сегодня зайти. Был счастлив познакомиться, польщен. Вот дает, ну, вот смешной начальник, да? Так, Оля, Оля! Ну я же не специально. Варя, да у тебя все не специально. Облапала ты меня не специально, пощечину мне дала не специально. И ногой чужой мне влепила тоже случайно. А тебе не кажется, что ты сам виноват? Ты весь день бегал за мной, как сумасшедший. Так, все, я ушел. Глеб, стой! Ладно, допустим, я виновата. Допустим? Хорошо, я виновата, а что дальше? Что дальше? А что дальше? Дальше все. Руки убери за спину. Что? Я говорю, убери руки за спину. Варя, ты меня пугаешь. Если ты в очередной раз хочешь нанести мне какую-то физическую травму, то я тебя предупрежу. Куфу. Все. Хорошего понемножку. Варя, а может быть мы сегодня опять в кино сходим? Только если у каждого будет своя газировка. Ой. Так, прицеливаемся. Дай мне прицелиться. Очень хорошо. Ща. Ща, 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 ща. Объявляйте время смерти. Вот почему ты не берешь трубку, да? Я знаю, что это ты звонишь. Ты обычно 15 минут звонишь, потом сама приходишь. Так, Андрей, у меня к тебе просьба. Давай лучше у тебя. У меня дверь не закрывается. Да, Быков, перестань паясничать. В конце концов, помнишь, я тебе говорила про спонсора? Вот он здесь, ждет тебя в смотровой. Ему нужно сделать массаж простатой. Очень польщен. Интересно, кому в голову пришла мысль познакомить его бриллиантовую жопку именно с моим пальчиком? Андрей, я серьезно. Серьезно, Сергей Витальевич это первый раз, и он очень много делает для нашей больницы. Поэтому я хочу, чтобы эту процедуру сделал человек, которому я доверяю, как себе. Вот, себе и доверь. У тебя как раз маникюра нет. Знаешь, ты доктор Быков. А теперь это не просьба, это приказ. Вот идите в смотровую к Сергею Витальевичу и делайте ему массаж простаты. Не-не-не-не-не-не-не-не. Я не сохранился. Не маникюр, не совести. Прежде чем ваш карательный отряд начнет свое бесчинство на уверенных мне территориях, хочу напомнить наше самое главное правило. Военародные тела в здоровом организме медицины. Андрей Евгеньевич, вы нам каждый день говорите, что мы народные тела в здоровом организме медицины. Правильно. Это как с противозачаточными. Один день пропустишь, и все. Из-за вас, Андрей Евгеньевич, у меня заниженная самооценка. Тоже правильно. Но почему только у тебя? Вы все для меня одинаковые нули. Но раз зашла речь о тебе, пойдешь в седьмую палату и подготовишь пациентку к операции. Бери листок бумаги и ручку. Пиши. Готовлю. Операция. Написал? Теперь возьми и приклей себе это на лоб, чтобы пациентка понимала, что ты с ней делаешь. Давай, дематериализуйся. Теперь ты, Лобанов, ты пойдешь на обход в женское отделение. Не в обход, как ты любишь, а на обход. Из нейрохирургии к нам поступил пациент с формулировкой для стабилизации. Женщине-врачу. Понятен смысл фразы для стабилизации? Вы что думаете, что я совсем тупая? Ну, не то, чтобы так некорректно, но направление мысли правильное. Десерт. Ты хочешь пораньше уйти сегодня домой? Нет. Романенко, я же не садист. Я понимаю, что тебе реально неинтересно здесь. Поэтому иди в вип-палату и сделай нашему привилегированному пациенту массаж простаты. Подождите, это что, через вот это вот? Я не умею. Ну, как же не умеешь, если у тебя вся жизнь через вот это вот? А Матвеева молодец. Кровь почувствует, раздала. Отлично. Кровь и моча, все для врача. Так, бабуся, что в коридоре лежим? Крапиш, небось, вытолкали? Нет. Говорят, меж нету. Вот и определили сюда. Да как это нету? Там полно. Так, бабуся, пристегнись, сейчас в поворот будем ходить. Ну что, девчата, принимаем соседку. Спасибо вам, ребят. Какие вы хорошие, добрые. Но я в долгу не останусь. Я бабушка одинокая. Квартирка у меня своя в центре города. Я ее на вас и перепишу. Да ладно, бабуль, чего там? Вы лежите, отдыхайте, а мы пойдем. Мясная бабуля. Квартиру, говорит, перепишет. Ага, перепишет она сейчас. Так, взяла и переписала. Да ладно. Да я серьезно вам девушку говорю, я нормальный. Ну развяжите меня, у меня руки затекли. Раз привязали, значит так положено. Положено? А под себя нормальному взрослому человеку ходить тоже положено? Развяжите меня, я по-человечески в туалет схожу. Ну я даже не знаю. Ну если только в туалет. Спасибо. Спасибо. Спасибо вам, девушка. От всего правительства Российской Федерации, лично от меня, Владимира Владимировича Путина. Да, я здесь инкогнито, с проверкой. Пойду решать вопросы на местах. А то, знаете, бардак тут развели. Сейчас все наладим, уладим, урегулируем. У меня же еще Олимпиады это. Вот, вот так вот оно лучше будет, правда? Ты что тут делаешь? Я? Зашла посмотреть, что и как. А ты? Я-то тоже зашел посмотреть, как и ты. Я вам тут подушечку помягче принес. Ой, так ведь не надо. Есть у нас две? Правда, Нин Павловна. Подножки, подноженьки наши стройные, чтобы не затекали, не опухали. Вот видишь, какой он хороший. А ты его ругал, на чем свет стоит. Хорошие руки я квартиру отдаю. Хорошие руки, подножки, 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 подножки. Анализы у вас неплохие. Давайте-ка я вас осмотрю. Раздевайтесь. Зачем? Раздевайтесь, раздевайтесь. Доктору нужно провести осмотр. Так, хорошо. Кожные покровы у вас сухие. Так, девушка, не надо меня бояться. Я не понял, Оля, что это он делает? Не знаю, он сказал, надо. Я так понимаю, родственник? Выйдите из палаты, не мешайте проводить полный осмотр. Что ее осматривать? И сейчас у нее нахрен ухо болит. Да, у меня ухо болит. Двусторонний отит. Как отит? Вы Терентьева? Какой нахрен Терентьева? Терентьева лежит на той кровати. Она вышла. Я Ахмедова. Вася, сюда иди! Ай, больно. Ты чего? У меня и так возможна субдуральная гематома с разрывом мягких тканей. Быков знает? К сожалению, да. Он уже этого Ахмедова осматривает. У него с рукой там что-то. Вот видишь, придурок, сколько из-за твоей башки дурацкой проблем. А что мне? Все время как ты с жопой думать? Сам зовешь. Эй, ну ты чего? Это точно не больно? Может, наркоз какой нужен? Я бы не отказался. Я вас очень прошу, поаккуратнее и побыстрее, если можно. Побыстрее как раз можно. Ну вот и все. Что это было? Ничего. Все в порядке. Все отлично. Все просто замечательно. Не лежите, не вставайте. Я скоро вернусь. Я вас закрою, чтобы никто не вошел. И ни в коем случае не вставайте. Да что такое? Нельзя вставать! У вас может случиться страшное обострение. Анусус. Ам, мануфалакторус сфинксерус. Латынь. Ну он так адекватно разговаривал. Откуда я знала, что он сумасшедший? Нормальных не привязываю. Да это я потом поняла, когда он Путином представился. Пятый Путин за месяц. Вы его найдете. Знаешь, наше правило? Какое правило? Кто отвязал, тот ловит. Ну, может я вам заплачу? О, новое правило. Кто заплатил, тот не ловит. Начнем с туалетов. Их всегда к воде тянет. А он украл мой халат, и голова у него забинтована. Разберемся. Куда потащила? Не твое собачье дело. Нам надо поговорить. Так больше продолжаться не может. Бабку я не отдам. Ладно. Что ты хочешь? Значит так. Ты не отступишься, я не отступлюсь. Нам нужно составить договор. Попилим квартиру пополам. Хорошо, но с одним условием. Каким? Думаю. Иван Натанович, помогите, пожалуйста. Как свидетель. Подпишите один договор. Что там у вас? Вот вы только не читайте. Это наше личное дело с Любой, поэтому вы просто подпишите и все. Мир сошел с ума. Они хотят, чтобы купит ман, ничего не читая, что-то там подписал. Приятно было побеседовать. Ну ладно, ладно, читайте. Вот, пожалуйста. Ну ладно, Лобанов, но ты-то, Люба, ты-то как повелась? Ты же здесь уже 10 лет работаешь. Это же дешевый больничный развод. Выбивает такой пациент. Все вокруг него носятся, сопельки ему вытирают. А потом, и все. И вместо квартиры коробочка родных просторов с вафельной крошкой. Спасибо вам, дорогие мои, за заботу. Вот. Вот с такими лицами потом и сидят. Извините, но вы лохи. Добрый вечер. Добрый вечер. Я слышал, вам нужно что-то подписать. Давайте. Моя подпись решит все проблемы. Путин. Доктор, все равно кого везти на операцию? Красивый чепчик. Как там Ахмедов? Я, пожалуй, левую мужественную руку, а на правую, доктор, чугунная башка. Ты ему наложишь гипс. Гипс? Действительно, какой может быть гипс? У него же перелом. Я предлагаю на правую наложить листья зайчьей капусты. Гипс левен. При переломах накладывают гипс. На, скушай конфетку. Спасибо. Полезно, для мозга сладкое. Господин Путин? Что? Вы что, сумасшедший? Я же врач! Давай, кали! Что вы делаете? Я же гипс же должен Ахмедову наложить. Вы кого поймали? Психа вашего. Это не псих, это мой коллега-врач. Вас не поймешь. Сами сказали, башка перемотана, в халате, вид придурочный, все сходится. Борь, ты как? Я пытаюсь бороться с действием ситативного препарата, но он сильнее. Ты, может, полежишь, еще поспишь? Нельзя. Мне нужно Ахмедову гипс наложить, он сломал руку об голову. Что вы с ним сделали? Ничего страшного, покайфует, отойдет. А что вы такие спокойные? Вы не того поймали, а мой до сих пор где-то гуляет. Побегается и придет. Спасибо вам, девушка. От всего правительства Российской Федерации и лично от меня, Владимира Владимировича Путина. Ну, бабка. Слушай, вот у тебя было когда-нибудь такое? Вот вкладываешь в человека, вкладываешь, а потом раз, и оказывается, что зря. И назад хрен вытащишь. Во-во. Лобанов, а скажи, если... Ну, если инородное тело в прямой кишке, как можно вытащить? Ты же спец по таким делам. По каким таким делам? Да тихо, тихо ты. Ты же сам рассказал, что у тебя на скорой такой зоопарк творится. Между прочим, курение в общественных местах запрещено указом президента Российской Федерации. Россияне, россияне, генофонд нации. Лобаныч, короче, накосячил я здесь и походу серьезно. Как думаешь, кому сдаваться, Быковой или матери? Только не Быкову. Ну да, маме по-любому лучше. Мама, она всегда поймет. Она же мама. Конечно. Мамулечка моя. Мамочка, она всегда меня понимала. Она же мамулечка моя. Мамка это святое, конечно. Бестолочь, а? Твоишник. Ну, как ты мог? Как ты мог? Ты понимаешь, что это за человек? Ты же меня обозорил. Мам, ну я не хотел. У меня случайно так получилось. Да что бы ты специально это сделал, а? Аполтус. А он же сволочь так получит. Вызывали? А можно мне тоже так потом? Настя, включи мозги. Я-то тут плечом. Я тебя просила. Я тебя просила, сволочь ты это такая. Вот, а он меня заставил. Я же говорю, я не виноват. А ты вообще молчи. Я вас убью. Обоих. Собственными руками. Обоих. Продолжение следует... 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 Да. Допустим. Нет. Да. Вот и я хочу продолжать работать на своей работе. Может, у меня там и народное тело, но это моя личная жизнь. А у вас, я слышал, есть такое понятие – врачебная тайна. Ну и что там у меня? Колпачок. А его можно как-нибудь оттуда аккуратненько извлечь? Не волнуйтесь, разумеется, мы все сделаем по высшему разряду, никто ничего не узнает. Я очень на это надеюсь. Не волнуйтесь, я никому не скажу. А у этого вообще с головой слабенько. Ну, Люба! Варя, какое я объявление? Громкая связь у нас только в экстренных случаях. Люба, по больнице бегает сумасшедший. Это тебе не экстренный случай? Значит так, сама пришла, взяла, включила, меня здесь не было. Раз, раз-два. Объявление для Владимира Владимировича Путина. В палате номер 305 проходит заседание правительства Российской Федерации. Владимир Владимирович, мы вас очень ждем в палате номер 305. Владимир Владимирович, пожалуйста, подойдите в пал... Ты что это? Спрендила, что ли? Вася, где ты ходишь? Я час жду. У меня рука сейчас, знаешь, как болит. А нечего было на меня набрасываться. Ты моя жена трогал. Я врач. Это моя работа. Чужих жен трогать. И вас сейчас тоже трогать начну я. Ты моя жена чуть на операцию не увез. Какая ты врач? Больной! Почему вы на меня кричите? Ося, отстаньте больной! Я... Как вы думаете, придет? Нет, я думаю, нет. Господа министры, что такое? Что за бардак? Где все? За что? Извините, работа такая. Не пущу. Она, она здесь по показаниям. Иван Матанович, это нечестно. Верните бабушку! Через мой труп. Здравствуйте, это кожвен? Да, это кожвенерологическое отделение. Все, иди отсюда. У меня пациент, и судя по серьезному выражению лица, с проблемами. Я вас слушаю. Я хотел спросить, а почему ходяковой из терапии сюда перевели? Что-то случилось? Ну, вы знаете, у нас есть кое-какие подозрения. А вы, собственно, кто? Внук. То есть, как внук? Ну, так, младший внук. Ну, да, у нее большая семья, пять детей, девять внуков. Давай! Люба, вернись! Заберите бабку! Ага, сейчас! Я сказал, заберите бабку, Ломанов! Сейчас заберем его, Наталья! Добрал, лечи! Романенко, ты бодрый девилл. Я надеюсь, что в следующий раз ты будешь менее изобретательным. Какой еще в следующий раз, Андрей Евгеньевич? А, я забыл тебе сказать. Завтра у тебя тяжелый день. Условно назовем его работа над ошибками. Отлично, блин. Все, Тайсон, беги к супруге. И запомни, врачей бить нельзя. Его можно, а врачей нельзя. Поним, доктор, спасибо. Андрей Евгеньевич, ну снимите, пожалуйста. Так ходи. Ты же у нас оригинал. Пациенток щупаешь, посетителям руки ломаешь. И потом, сегодня мне твои негтемные конечности не пригодятся больше. Андрей Евгеньевич, я так больше не могу, ну пожалуйста. Сам, Борька, сам. Мужчина, можно вас на секундочку? Ну пожалуйста, ну расстегните. Ну что вам стоит, а? Спасибо! Анекдот. Послушай, это, врач говорит медсестре, вколи к больному Б12. Он говорит, хорошо. Пошла, все сделала, возвращается. Говорит, я вколола, но получилось два укола. Он говорит, почему два? Ну, Б12 не было, я вколола два раза по Б6. А, ну и смешно было. А Быкова нет еще? Да вот, нет. Ну, падла, она сойдет, что мы опаздываем. Скотина. Почему, паскуда, что за человек-то такой? Лобанов, я так и знал, что именно ты первый оскорбишь меня. Ну да ладно. Друзья, о чем это я? Мои тупоголовые подопечные. Вот вам задание на сегодняшний день. Романенко, идет приемное отделение. Чернаус, идет в первую палату. Ты, Левин, приводишь в порядок вчерашнюю историю болезни. А ты, Лобанов, идешь в третью палату, где опросишь одного пациента. И не надо ему завидовать, завидовать тут нечему, потому что этого пациента Лобанову хватит до вечера. За работу, живодеры! Борь, я-то что подумала? Может, останешься сегодня у меня? Я борщ сварила. Я к тебе? Как это? Ну, зачем? Какой смешной. Что значит, зачем? Ну, не чужие же. Ну, да. Я... Я... Подумаю. Да, я хочу расстаться со своей девушкой. С девушкой? А я здесь причем. У меня обход. Пять звезд, пять минут. Так вот, я хочу расстаться со своей девушкой. Я уверен, что она тупо использовала меня для исполнения своих сексуальных желаний. А теперь мне кажется, что она хочет серьезных отношений. Бросай немедленно. Так я и хочу. Но как бы так сделать, чтобы будто это она меня бросила? Есть одно средство. Начинай вести себя по-хамски. И чем развязаннее, тем лучше. Хамить женщине я не смогу. Сможешь. Вот, например, скажи мне какую-нибудь гадость. Вы, Иван Натанович, козел, извините. Мне обидно. Обидно, это когда говоришь правду. Понял ты? Очкастая, бесхребетная, закомплексованная чмо. А, хорошо. Тогда вы? Да что там вы, ты? Ты алкоголик. Это видно по нездоровому цвету лица и плохой коже. Ты берешь подарки с пациентов, а пациенты левые, а твои сексуальные связи с оборщицами. А вот на личности я советую вам не переходить, доктор Левин. Хотя, в целом, очень даже неплохо. Очень даже. Еще раз поглуже вдохните. Да сколько можно уже? Я и без фонендоскопа свои мелкопузырчатые хрипы слышу. Мелкопузырчатые, я слышу. Мелкопузырчатые. Спиной повернитесь. Может, хватит? Давайте я вам все сам расскажу, и вы пойдете, хорошо? А давайте. Братхиальная проходимость увеличена, индексивно понижен. Чего? Вы кто? А вы кто, врач? Да я-то врач. Ну, может быть, вы знаете, чем болеете, коллега? А что тут знать-то? Все ж понятно. Вы сами-то как считаете, что у вас? Значит так. Ни хрена себе! Вот это тебя расцарапало. У тебя что, с женой медовый месяц был? Да нет. Корпоратив на работе. Ну и что-то бес попутал. Опять. Так это еще и не жена. Ну конечно, не жена же, он и так не царапает. Ну да. Да. Слушай. Доктор, выручай, а? Я тебя очень прошу. Деньги есть. Вот у меня тут. Да перестань ты. Чего я не понимаю что ли? Сейчас придумаем, как тебя отмазать. Слушай, спасибо. Я в долгу не останусь. Вот честно. Хорош, я тебе говорю, я тебе так помогу. Как мужик мужику. А потом может гляди и ты мне. Ты кстати кем работаешь? Я в типографии рулоны на ленту ставлю. Ну значит просто, как мужик мужику. Боря мой, ты где был? Где, где? В Граганде. Чего? Уши помойте, Любовь Михайловна, вот чего. Где был, там уже нет у меня. Боря, что это с тобой? Что это со мной? Нормально все со мной, нахрен блин. А вот тебе бы похудеть не мешало бы. Ты что, Левин, с ума что ли сошел? Ты что такое несешь-то? Что я такое несу? Что? Если кому-то что-то не нравится, никто никого не держит. Лобонов, ты куда собрался? Домой. Я же тебе пациенты дал. Где логика? Где страх? А я все сделал. На столе история болезни лежит. Как сделал? Золушка, ты меня пугаешь. Ну-ка, негодяй, иди сюда. Там все правильно должно быть. Бери ручку, пиши. Барбекю. Альбатрос. Чечевица. Текилла. Надо же, почерк совпадает. Так, ладно. А откуда сведения? Опыт, Андрей Евгеньевич, опыт. Хорошо. Я тебе дам нового пациента. Привалова из третьей палаты. Нет, Андрей Евгеньевич, так не честно. Вы сказали, осмотришь одного пациента и домой. Ну, все правильно. Осмотришь одного пациента, Привалова из третьей палаты и домой. Давай. Ты должен немедленно позвонить его жене и все рассказать. Варя, я жалею, что я тебе это рассказал, а ты хочешь, чтобы я его жену оповести? Да. Зачем? Потому что он изменил жене. Она должна знать правду. Это и ты так считаешь. А она, может, и не хочет знать правду. Почему? Ну, как тебе объяснить? Некоторые дяденьки иногда совершают ошибку и спят с чужими тетеньками, у которых, между прочим, есть тоже свои дяденьки. Но пока их тетеньки спят с чужими дяденьками, эти дяденьки спят с другими тетеньками. А если кому-то сказать правду, все развалится. Ладно, ты пока переваривай, а я пойду. Стой! Я поняла. Ты не хочешь ничего рассказывать, потому что сам такой же. Нет, Варя, я не такой, я умнее. Я бы никогда никому не позволил себе спину расцарапать. Появился у меня мужик. Что-то в последнее время у нас не клеится. Нельзя ли сделать так, чтобы он постоянно был со мной и никуда бы не это? Чтобы привязать мужика, нужно постоянно его хвалить. За что? За все. Что бы он ни делал, хвали его, и он всегда будет рядом. Если он вообще ничего не делает. Говори ему о том, что он божественно ничего не делает. Ладно, Лева, у меня сейчас обход. Я ведь тебе уже помог. Ты мне очень помог, спасибо тебе большое. Ты лучший доктор, которого я когда-либо знала. Спасибо. Какой ты сильный. Ты в прекрасной физической форме. Ты занимаешься чем-то? Тренажерный зал или по своей собственной технологии? Да нет, в общем-то только по утрам, мама. А вот когда ты серьезен, ты такой сексуальный. Ты мачо. Правда? Ты мачо. Держи, Натаныч. Действует. Быстро усвоил. И вот тут в левом боку как бы тянет. Но не постоянно. И с жогом мучает. Тянет, значит. Ага. У меня что-то серьезное. У вас-то... Ну так. Не сказал бы, что очень серьезное, но... Так. Что так? Что у меня, доктор? У вас... Доктор. Доктор. С утра забыли палату прокварцевать и нужно сейчас обработать. Кварцуйте. Ну, вам здесь нельзя находиться. Поэтому пока палата будет обрабатываться, мы с вами... Что? Что-что? Вредно! Так, Привалов. Ну... Что там у нас? Изжога, говорю, значит. Нет, ну давайте сначала уже, изжога. Ну... Сначала, а в боку, говорю, тянет. В боку у него тянет, слышали? Ух! Болит? Угу, болит. Болит. Ну... 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 Еще я бы назначил курс антибиотиков. Ага. Широкого спектра действий. Ха! Широкого? Это ясно, конечно, понятно. А вот... Что-нибудь конкретнее? У него там довольно серьезный ожог. Опасности сейчас нет, но ни в коем случае нельзя снимать повязку, иначе может присоединиться инфекция. Это я поняла. А что произошло-то, Коль? Ну, там... Короче... В общем, он упал. Упал он на раскаленный... Проявочный процессор. Проявочный процессор. Проявочный процессор? Да. Прямо на него. Вы, главное, запомните, ни в коем случае не снимать повязку. Только в стационаре и под наблюдением врача. Спасибо вам, доктор. А я уж думала, он опять загулял. Тань, может, хватит уже, а? Спасибо вам, Глеб Викторович. А под повязочку ему вы все-таки загляните. Гламерлонифрит, значит, цифалоспорин он назначил? Да-да, широкого спектра. Ну, все правильно, Лобанов. Значит, неправильно. В чем, подвох? Нет подвоха. Может, тебя молнию ударило? Ты на пианино не начал играть? К тебе вилки не липнут? Не липнут. Ай-яй-яй-яй-яй, Андрей Евгеньевич! Вы меня недооцениваете! Еще как! Я же все равно знаю, как ты это делаешь. Профессионально. С чувством, с толком, с расстановкой. Я могу идти? Ну, иди. Иди. Просто я думал, что Лобанов сам догадается назначить мне УЗИ. Ну, раз не догадался... Люба, каких-то у нас пациент сами в истории болезни пишут. Андрей Евгеньевич, я забыла вас предупредить. Познакомьтесь, это тоже врач. Здравствуйте, Березняк Кирилл Александрович. Я из Челябинска. Прител вот на конференцию, да что-то прихватило. А мы лечебрачи, Лобанов Семен... А, я все понял. Думает, перехитрил папу. Папу? Он что же ваш сын? Ах! Нет! Это интерн наш. Ах, интерн. Ну, я так и подумал. Плохо вы своих студентов учите Андрею Евгеньевичу. Материал такой, Кирилл Александрович. А Лобанов у нас вообще лидер. Да. Тяжело вам. А помогите нам. Подыграйте чуть-чуть. Начинай вести себя по-хамски. И чем развязаннее, тем лучше. Здравствуй, Буря. И тебе не хворать. Че, приперлась уже? Эээ... Чтобы привязать мужика, нужно постоянно его хвалить. Когда ты такой грубый, ты такой смешной. Смешной? Да. Ты сразу такой взрослый. Ааа... Ты лучше скажи, ты у пациентов была уже? Или вот так все утро стоишь, ржешь тут, как кобыла? Да. Ты такой заботливый. Да не заботливый я. Мне вообще пофиг. Мне на всех пофиг, поняла? Ну и правильно. Пациенты приходят и уходят. Нам-то с тобой вместе жить? Че это нам? Конечно нам. О, мой остроумный хулиган. Мой начитанный тигр. Какой тигр? Какой хулиган нахрен, а? Ты че вообще? Тебе правда нравится, когда с тобой так разговаривают? Да. Ты так гениально это делаешь. Меня это так заводит. Что? Блин, дура. Дура, блин. Молодец. Настоящий мужик. Какая у тебя мощная спина, Борис. Как видите, не сработал ваш план, доктор. Просыпаюсь. Повязки на спине нет. Жена орёт. А у самой сковородка в руках. Я ж ничего не успел сказать. А она вон чё. Ладно, ты лежи, отдыхай. Я ещё зайду. Это я виновата. В смысле? Надо я сказала его жене под повязку заглянуть. Так я ж не думала, что она его сковородкой. Истеричка какая-то. Ну ты молодец. У человека только спина была расцарапана, а теперь сотрясение ещё семья разваливается. Молодец, Черноуз. Всё правильно сделала. Отлично. Лобанов. Да, Андрей Евгеньевич, здрасте. Мне всё, твой вчерашний подвиг покою не даёт. Да что вы, какой подвиг, Андрей Евгеньевич? Обычная профессиональная работа. Спорим, у нас в отделении найдётся пациент, с которым ты проводишься до вечера. Если справишься с ним до обеда, то уйдёшь домой с тысячей рублей. Если нет, то дашь тысячу мне. А у нас с вчерашнего вечера никого не выписывали? Да нет, все на месте. А зачем тебе? Мне просто интересно. Давайте спорить, конечно. Ещё хуже стало. Я ей хамлю, веду себя, как я извиняюсь, пыдлый подонок. А ей это только нравится. Да не умеешь ты хамить, Левин. Мямлешь что-то, извиняешься через каждое слово. Закрой рот, пудень! Это я, чтобы показать, что владею навыками, освоил, так сказать, методику. Что спросить-то хотел? Не можешь кого-то бросить? Не могу. Ну тогда нужно идти на крайние меры. Предложи ей секс. Так я же хочу наоборот. Предложи ей только секс. Никаких ухаживаний, никаких романтических безделушек, кино и бла-бла-бла. Только голый, животный, зверский и в твоём случае банальный секс. Ни одна женщина не согласится на такое. Я его, главное, нахваливаю, как нищий котлету. Понимаешь, комплименты ему там всякие говорю. А он грубит. Прям как подменили мужика на та ночь. И что, специально грубит? Специально? Ведь вижу, что не получается пыжиться. Нет, что ни слова, то грубость. Постой. То есть ты его хвалишь, а он тебе грубит? Ну? Веду себя, как я извиняюсь, пыдлый подонок. А ей это только нравится. Ну ты даёшь. Ты что, Ржош купит мама? Что делать? Есть одно средство. Вредно, очень вредно. Вы что ко мне пристали с этим кварцеванием? По графику, у нас тут с этим строго. Слушайте, вы мне за йоты принимаете, да? Вам же опять моя консультация нужна. Да вы что? Какая ещё консультация? Да, нужна. Тогда давайте так, вы мне 500 рублей, а я вам помогаю с пациентами. Немноговато 500 рублей. Ну ладно. Ладно, я согласен. Если этот кобель подговорил вас позвонить и успокоить меня, то... Этот кобель? То есть ваш муж, он здесь совершенно ни при чём. Просто я не знала, откуда взялись эти царапины. А этот доктор, который принимал вашего мужа, помните такой симпатичный? Он рассказал, как всё было. У женщины на улице начались роды. Ваш муж подхватил женщину на руки и пешком дотащил до больницы. Потом донёс её до шестого этажа, положил на каталку и ухаживал за ней до прихода акушеров, санитарок, медсестёр. В общем, женщина родила у него прямо на руках. А почему же он мне сразу не рассказал? Так он же боялся, что не поверите. Ну согласитесь, такая глупая ситуация, ну да, глупая. Вообще как-то больше на выдуманную похоже. Кошка убегала от собаки, прыгнула на спину и расцарапала её. Всё логично, а главное просто. Чушь. Так это и отлично. Ты поэтому не стал рассказывать жене, потому что история про кошку – это полный бред. Поэтому и наврал про ожог. А сейчас ты хочешь сказать ей правду. Вам нужно пойти к нему и извиниться. Надо прямо сейчас пойти и вот так ей всё рассказать. Боря, я хотела тебе кое-что предложить. Секс. Секс? Как это секс? Я хотел предложить тебе секс. Ни к чему не обязывающий. Без свиданий, без кино. Без подарков. Без подарков. Просто секс. Да, просто секс. А с чего ты решила мне его предложить? А ты с чего? Я? Ну так. А ты? Так, Левин. Ответь-ка мне на один вопрос. Ты чё же это? Совсем что ли офонарел? Ты кроликов что ли подопытных отошёл? Это свинство. Что за эксперименты над людьми? Ты чё ржёшь? Насоветовал и ржёт писькин доктор. Вам что, даже не стыдно? Стыдно мне. Я вас умоляю. Вот сволочь. Пойдём. Пойдём. Нет, ну надо же, а. Гад. Не говори. Пудель. 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 Как бы и не приклеилось. Всё, Андрей Евгеньевич, готово. Правильно. Конечно, правильно. Он ещё проверяет. Угадал. Гадают на Казанском, а я диагнозы ставлю. Ставишь, ставишь. Только неправильные. Как неправильные? Там должно быть всё правильно. Должно быть правильно, но неправильно. Ты на уровень ферментов смотрел? Ферментов? Ферментов, ферментов. А, ну, наверное, забыл. А что, он вообще неправильный диагноз? Корня. Гони бабки, лузер. Вы там, чем в своём Челябинске заведуете вообще? Мургом что ли? Возвращайте 500 рублей. Неправильный ваш диагноз в корне. Вы что, издевайтесь, молодой человек. Как это, диагноз неправильный? А потому что на уровень ферментов смотреть надо, специалист. А при чём здесь уровень ферментов? При чём? А при том, при том, что диагноз неправильный, и лечение, и всё. А то, что соя повышенная, это разве не влияет? Соя же повышенная. Верните деньги, соя же повышенная. А при чём здесь соя, если у тебя креатинин зашкаливает? В два раза выше нормы. Креатинин здесь вообще ни при чём. Тут же на УЗИ очевидные очаги эхогенной активности. Эхогенной активности, это же доказывает, что я прав. Это ничего не доказывает Лобанов, кроме того, что у него в почках песок. Умей проигрывать, Лобанов. Нет, я не согласен. Я считаю, что мой диагноз правильный. И что ты предлагаешь? Независимое мнение, а то вдруг вы меня тупо разводите. Ну так что, какая версия? С кошкой или с беременной? С родами героическая, а с кошкой смешная. Выбирай. Тань, там это... О, а может кошка беременная была, поэтому вы запутались? А мы, наверное, это, пойдём. А что ты глазки-то опустил? Хоть бы спасибо докторам сказал. Весь день тебя кобеля выгораживали. Спасибо. Только вы его, пожалуйста, по голове не бейте больше. А ты давай это в следующий раз поаккуратней. Ну, в смысле, вообще не изменяй. Ну, мы пойдём. Да, до свидания. Да тут никаких сомнений. И ферменты надо указывать, и белки крови. Да, диагноз доктора Быкова абсолютно верный. Я ошибался. То есть как? Ну, что такое, Лобанов? Тебе не угодишь. Ты хотел независимого мнения. Вот, куда уж независимый. Ах, да. Вот, возвращаю. Неправильный диагноз поставил. Признаю. Стой, Лобанов. Тыщу свою тоже возьми. Купишь на неё мозги или книжку по медицине. Лучше книжку. Мозги, я боюсь, твой организм отторгнет. Вот гадёныш, головная, сидит ещё, ржёт. Я с ним теперь месяц не буду разговаривать. Сволочь. Дешёвый клоун. Погоди. А чё ты-то к нему ходил, а? Ты бросить, что ли, меня решил? Я? Ну... А ты зачем к нему ходила? Захомутать меня хочешь? Чего? Вот ты хамло, Левин. Да катись ты куда хочешь! Чтоб глаза мои тебя больше вообще не видели! Интересно, это означает, что она меня бросила или нет? Теперь! Наверное, означает. Делай, как сказал. Четыре куба внутривенно. Давай. Андрей Евгеньевич, Андрей Евгеньевич, меня сегодня оперировать будут. Да, будут. Вы же сами не справитесь. Андрей Евгеньевич, я просто немного побаиваюсь. А нельзя ли как-нибудь без операции обойтись? Да можно. А как? Забить. Тупо забить. И не делать операцию. А потом прободение, дикие муки, ну и летальный исход. Но зато без хирургического вмешательства. Как вам? Да мне страшновато. Доктор, а вдруг что-то не получится? А чё там может не получиться-то? Вы два часа под наркозом не сможете пролежать? Смогу. Ну, вы укропите? Нет. Ну, тем более, значит, вы не будете мешать хирургу. Хирург у нас отличный. Резекцию сделает с закрытыми глазами. Закрытыми? Ну, это я образно, образно. Всё хорошо будет. Всё будет хорошо. А я боюсь. Здравствуйте, вы Андреева? Да, я. Здрасте. Как вы себя чувствуете? Да нормально. А что? Ну, вот видите, нормально. И грудь у вас нормальная. Ну, зачем вам эта операция? Подождите, вы что, меня отговаривать пришли? Это бесполезно. Я хочу большую грудь. Вот такую вот. Андреева, ну это же неестественно. Это уже не женская грудь. А я, конечно, извиняюсь, это сиськи. Ну, а я и хочу сиськи. Андреева, тише. Я хочу сиськи. Понимаете, мой парень всё время пялится на большие. А мои как будто не замечает. Потому что их нет. А я хочу, чтобы были. Но операция – это не выход. Если ваш парень не принимает вас такой, какая вы есть, может, и не нужен такой парень? Всё понятно. Грудь не делай, парня бросить. Может, ещё что-нибудь посоветуете? Но вы же потом пожалеете. А уже поздно будет. Блин, вас тут в этой больнице не понять. Одна говорит – делай. Другая говорит – не делай. Вы уж определитесь как-то. Это кто вам говорит – делай? Кто вам такую ерунду советует? Привет. Здрасте. Ну что, не распрощалась ещё с своими фигульками? Ничего. Скоро жилищики начнёшь покупать. Ясно. Люба. Да. Можно тебя на минутку? Да. Ого. Здрасте. Как дела? Карасо. Это карасо-стукарасо. Вот. Две тары. В одну сходите по-маленькому, в другую по-большому. Карасо. Тогда вперёд. Туалет там. Карасо. Чё карасо? Баночки мне принесёшь? Тогда будет карасо. Эх. Карасо. Чё, по-русски, что ли, не понимаешь? А чё ты мне голову тогда морочишь своим карасо? Карасо. Одну баночку пописал, другую – покакал. Пописал, покакал. Карасо. Пописал, покакал. Ты чё, издеваешься надо мной, что ли? Блин, как же тебе объяснить-то? Ну что, китайцы, давай разбираться. Это ты. Эй, тёка, марас у меня, да. Ага. Я тебя жду здесь. Пиндюгаю? Пиндюгаю. Конечно. Давай скорей, ниндзя. О, товарищ лейтенант, а чё это вы здесь делаете? Совесть замучила, деньги решили вернуть. Простите, а мы знакомы? Ну как, вроде виделись недавно. Кутузовский, пол третьего ночи, чёрный рейндж-ровер и вы с палочкой за ларёчка. Помните? Припоминаю. Ну конечно, ещё бы вы не припоминали. Вы же мне такую услугу оказали. Оплата штрафа на месте. И прям так, с пониманием, всего пять тысяч. Ну помню, помню. А вы чё тут делаете? Я здесь работаю, товарищ лейтенант. А вот что вы здесь делаете, это интересно. Я вообще-то тут по делам. А, ну конечно. В Кожевен по делам только и ездят. Интересно, вы, наверное, двойную сплошную пересекли? Или на красной проехали? А, нет. Вы, наверное, без аптечки ездили, товарищ лейтенант. Ай-яй-яй. Нехорошо. Нарушаем. Ваше-то какое дело? И вообще, это ещё не факт. Решение суда нужно дождаться. Или как тут у вас результатов? А, ну сидите, ждите. Вам бы ещё здесь кустик поставить, чтоб как на работе. Сидеть, ждать, да выглядывать. Люба, ты что делаешь? Девочка из какого-то там парня и себе хочет грудь увеличить. Даже на операцию решилась. А ты ей потакаешь. Ой, Варь, ты, наверное, не знаешь. Но грудь, это наше мощное бабское оружие. Пуговку застегнула, мозг мужику включила. Расстегнула, выключила. Это так удобно. Ничего не вижу удобного в том, что все мужики тебя хотят раздеть. Варь, ты извини, просто у тебя у самой большой груди никогда не было. Поэтому ты не знаешь, что это такое. А я не хочу знать. А ты не торопись. Есть один способ. Мы так в девятом классе поступали. Ну-ка, пойдём. И помни, всё-таки это пата. Поэтому трогать никому не давай. И как следствие у вас гиперсинтез дофаминов. Так, следуйте моим рекомендациям и всё у вас стабилизируется. Извините, доктор. Я вас тут подслушал нечаянно. Разрешите? Пожалуйста. Я вижу, вы специалист грамотный. А мне тут операцию назначили. Ну, резекцию. Язву мне. Вот. А я переживаю. Ну, если вам интересно моё мнение. Да. То я считаю, что любое нарушение целостного покрова кожи, это уже риск. А с язвой и так не всё просто. Ну, при правильном лечении, если верить статистике, в трёх процентах случаев можно обойтись и без операции. Ну, я о том же, зачем же резать человека, если можно как-то по-другому, правильно? Я тоже за консервативное лечение. Терапия, она же царица наук. Терапия? Это царица наук. Какие три процента? Какая терапия? У вас язва с проводением. Мне же это доктор сказал. Какой такой доктор? Ну, в очках. Умный такой. Умный? В моём отделении? Кто пустил? Ладно. Возвращайтесь к себе в палату. Я к вам попозже приду. Спасибо, доктор. Левин. Иван Антонович, к вам можно? К нам нужно, Романенко, если подозрения появились. Да нет, у меня-то с этим всё в порядке. Я за товарища зашёл узнать, за товарищ лейтенанта. Романенко, если один мужчина интересуется анализами другого мужчины, это по крайней мере интересно. Да это друг мой, мы с ним выросли в одном дворе. Смотрю, сидит, ждёт анализов. Кстати, они готовы? Чистой товарищ, акий младенец. Хотя, если это твой друг, то гуляет, вероятно, аки животное. Кстати, а можно я ему сам приятную новость сообщу? Хотя, он всего лишь лейтенант. С него много за хорошие новости не возьмёшь. Действуйте. Спасибо, Иван Антонович. Музыка Субтитры подогнал «Симон» 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 а потом зелёнкой мне там всё измазывал. Ну, в общем, вы понимаете. Зелёнкой? Да. Очень интересно. Давайте посмотрим. Доктор, а он правильно сделал? Просто странно как-то, в полоску, как жезл. Вы доктору Романенко никогда дорогу не переходили? Ну как, ну, остановил, штрафанул. Понимаю, понимаю. Ну что я хочу вам сказать. Здоров ваш жезл. А доктор Романенко вашу совершенно здоровую ситуацию просто немножечко приукрасил. Ну что, понравилось, как на вас пялились? Ещё как. Так на меня ещё никто не смотрел. Вам что, правда понравилось? Очень. Только теперь я хочу не третий размер, а четвёртый. Андреева, последний раз предупреждаю, не делайте этого. Слушайте, вы чего ко мне привязались? Это моя грудь. Что хочу, то и делаю. Отстаньте уже от меня. Всё, сказала, увеличу, значит увеличу. Давай-ка, поднапрягись ещё разок. Чё, завтра, что ли? Чё, вообще ничего не понимаешь? Мне сегодня надо... Что здесь происходит, Лобанов? Чего ты орёшь? В чём проблема? Чего взяли, что у меня проблема? Лобанов, ты же Лобанов, у тебя должна быть проблема. Колись. Что происходит? Ну, анализы ещё не готовы, Андрей Евгеньевич. Ну, он китаец, он не понимает вообще нифига. Ничего удивительного. Вот я не китаец и тоже нифига не понимаю. Что, никак нельзя иначе-то объяснить, придумать что-то? Ну, я придумал, вот. Ну, а что, ничего. Наскальная живопись, уровень астралопитека. Молодец, Лобанов, развиваешься. Вот так не отступать, не сдаваться, тем более, что у тебя вся ночь впереди. Чё, дежурство, что ли? Почему? Потому что, Лобанов, рядом с ним ты умнеешь. Он про дежурство сразу догадался. Вы же не против, хорошо? Караса. Вот. Ну, Карасо. Хорошо? Да ты не можешь постар! Параса. Карасо. 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 Что случилось? Быков, да? Да никто меня не слушает. Не смогла я ее убедить. Какой из меня врач, если я даже от операции отговорить не могу. Ну, Варь, тоже нашла, из-за чего переживать. Так я же всего двадцать. Зачем она себе жизнь портит? Она же потом жалеть будет. Ну, я хоть попыталась что-то сделать. А ты наоборот. Это ты во всем виновата. Здравствуйте, пожалуйста. А я-то тут при чем? Да при том! Молодец. Решила сделать операцию, делай. Чего это, доктор, что слушать? Да я тоже так думаю. А вредно, не вредно. Это ж такая ерунда. Главное, чтоб в самолете не лопнули. Лопнули? Осложнений бояться вообще не надо. Всего-то в тридцати процентах случаях. Правда, раз в год имплантанты менять придется. Грудью вскармливать нельзя. Сейчас этих искусственной смесей, во, закормись. Соски, правда, чувствительность потеряют. Зато пересенок можно будет делать абсолютно безболезненно. Правильно? Так что делай операцию Андреева. Делай. Анализу тебя, во, хоть завтра. Накачаем. Да, в бассейне с вышки прыгать нельзя. Отрываются. Иван Натанович, вызывали? Ну, понятно. Входи, входи, художник Хренов. Ну, извините, пошутил неудачно. Да не за что извиняться. Тем более, что все довольно смешно получилось. Правда, товарищ лейтенант? Ага, очень смешно. Только не сработал твой план. Словительное он не принял. Витамин, который ты ему вколол, и здоровому не повредит. А вот жезл придется отмыть. Какой жезл? Какой-какой? Ну, конечно же, не этот. А тот, который ты ему зеленкой разукрасил. Отмыть? Отмыть, отмыть. Начисто. Удачи. Слушай, лейтенант, подожди, 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 подожди. А может договоримся? Может, и договоримся. Ну что, Люба, права я была. Отказалась Андреева от операции. Да ты что, отказалась? Странно. А ничего странного. Я все-таки врач. Я смогла ее убедить, а вот ты ошибалась. Я-то? Да, наверное. Да не наверное, а точно. Ну, признайся, что ошибалась. Да, ошибалась. Ошибалась. Ну ладно, беги, врач. Медсестре работать надо. Ну что, настроились на завтрашнюю операцию? И ни капельки не боюсь. Не боюсь. Секундочку, подождите, Андрей Евгеньевич. Угощайся. Это вкусно. Ням-ням-ням. Да. Жалко мне его, Андрей Евгеньевич. Меня-то вылечит, а он всю жизнь мучиться будет. Это точно. У вас слишком доброе сердце, Андрей Сергеевич. Эх, парни, жалко. Али-ран, али-ран, а-р-а-ри-о. Эх, парни, жалко. Али-ран, когер-ур, но-мо-кан-да. Али-ари, шуришури, али-ли-ран. Субтитры сделал DimaTorzok